Которые полностью блокируют нервную систему, плегия нервной системы, поэтому нейроплегики. Но сейчас они называются нейролептики, но все равно они остались самыми тяжелыми психотропными средствами. Они все-таки используются для борьбы у людей с тяжелыми психозами, которые проявляются какой-то агрессивной двигательной активностью или действительно психозные всплески, вспышки и все прочее. Вторая группа, следующие более мягкие психотропы – это транквилизаторы. Раньше они назывались аторактики, атораксия равнодушия. То есть если топ легирует, то есть полностью блокирует нервную систему, то эти дают более мягкий, транквилизаторы дают более мягкий эффект, это эффект равнодушия. То есть вроде бы ты присутствуешь, но тебе как-то слегка все равно на происходящее. А вот при нейроплегиках, при нейролептиках ты как будто вообще не присутствуешь. Тело есть, а головы вообще на месте нет. То есть разница, конечно, у них значимая. И самая легкая группа все-таки – это анксиолитики. Это препараты, которые купируют страх. То есть здесь даже нельзя говорить о равнодушии, но просто эмоции становятся контролируемые. Вот эти все фобии можно уже сглаживать. И анксиолитики – очень такая интересная группа в плане людей. Если мы чуть-чуть коснемся психических заболеваний у людей, очень это тоже интересно. У людей очень все сложно. На самом деле российская классификация чуть отличается от мировой. И очень интересно, что в России в итоге любой психический диагноз, психиатрический, включает два рода понятия. Первое – это название нозологической единицы, как это звучит, болезнь, ведущий и ведущий синдром. Очень вот в психиатрии – это в этом вся занятность, то, что заболевание может быть с разными абсолютно синдромами. И один может скрывать, то есть синдром может вообще быть абсолютно каким-то сторонним. И поэтому и болезнь нозологической единицы, и ведущий синдром. По происхождению заболеваний психиатрические у людей психические делятся на эндогенные и экзогенные. Это такую примерно классификацию. Что-то из этого можно перенести и на нас, на наших пациентов. То есть есть частично эндогенные заболевания, с которыми наши пациенты рождаются, скорее всего. Это или они к ним предрасположены. Это эпилепсия, это дегенеративные атрофические процессы в головном мозге. Все мы очень хорошо знаем, что и у кошек, и у собак они есть. Разные роды деменции. Конечно, не Альцгеймер, но, скорее всего, тоже какая-то деменция. Точнее, нам доказано, что она есть у наших пациентов. Системные органические заболевания. Конечно, у наших пациентов не выявляем хорею Гентингтона, болезнь Паркинсона. Какой-то тип психозов позднего возраста, наверное, у наших пациентов возможно. Но, может быть, не психозы, скорее всего, а какие-то все-таки фобии. Но, опять, это все-таки эндогенные заболевания. Есть экзогенные заболевания. Это то, что не должно было быть у пациента, но его спровоцировало, вызвало только внешняя среда. Травмы. Травмы могут вызывать различные поведенческие нарушения наших пациентов. Опухоли, новообразование головного мозга, центральной нервной системы могут вызывать. Инфекционные заболевания могут вызывать поведенческие нарушения. Например, токсоплазмоз, бешенство. Неинфекционные, соматические разные заболевания, гормональные. Все это тоже может вызывать поведенческие нарушения. У наших пациентов посттравматический стрессовый синдром, ПТСР. Скорее всего, он тоже существует, но просто очень сложно его поставить, потому что сложно поговорить с нашим пациентом. Но, скорее всего, да. Невротические расстройства они абсолютно есть. Есть тревожно-фобические состояния. Не в растении вряд ли, но тревога и фобия у наших пациентов присутствуют. И, конечно же, ОКР. Но у наших пациентов нельзя говорить про обсессии. У наших пациентов нужно говорить, скорее всего, только про компульсии. Компульсивные расстройства, потому что обсессии – это навязчивые мысли, а компульсии – это навязчивые действия. У наших пациентов нельзя говорить про навязчивые мысли. Вряд ли они сидят и думают постоянно, что меня бросил владелец, меня бросил владелец, меня бросил владелец. Хотя кто его знает. Но компульсия и компульсивные расстройства, когда гоняются за хвостом, без причины вычесывают один участок тела, птицы выдергивают перья, вот это все безостановочно, не имея никакого заболевания тела. Это все компульсивные расстройства, они у наших пациентов и есть. Что касается психиатрии, как я уже упомянула, у наших пациентов все-таки нельзя говорить о психиатрии, так же, как и, я бы, наверное, не сказала, что о психологии можно говорить. Это все-таки поведенческие нарушения и есть естественные реакции, которые нам не нужны. Это, например, страх и агрессия. Это могут быть абсолютно естественные, абсолютно оправданные, но есть неестественные патологические состояния, как компульсивные расстройства, навязчивость, тревога, депрессия, уже постоянная агрессия, которые не связаны реально с естественным состоянием защиты, защиты себя. Это уже просто постоянно агрессивный пациент. Нарушение питания, особенно у кошек, мы их всех очень хорошо знаем. Я столкнулась с нарушением питания у лошадей. Нарушение мочеспускания у кошек, все мы хорошо знаем, там, идиопатические циститы и прочее, что все это связано со стрессом. Очень важный слайд, как мне кажется, это то, что помогает разобраться вообще во всех психотропных средствах. Это слайд Лизы Радосте, это доктор из Америки. Я впервые с ним познакомилась в 2017 году в Копенгагене. И абсолютно случайно, так как в этот день не было ничего интересного на ПСАВе, я пошла слушать поведенческую медицину и наткнулась как раз на несколько докладов Лизы Радосте и вот эти ее слайды. Потом уже нашла и много статей ее, да, и вот этот слайд действительно объясняет все. Наша вся психика, ну и психика наших с вами подопечных, пациентов держится на трех моноаминах. На серотонине, на дофамине, который в центральной нервной системе, да, и на норадреналине. И каждый из этих моноаминов отвечает за определенные эмоции, за определенные эмоции. И когда равновесие этих моноаминов нарушается, то происходят разные сдвиги. То есть как могут возникать, например, агрессия, так же может и возникать, например, депрессия. Депрессия, на чем держится хорошее настроение? Давайте так, обсудим это, например, оно держится на серотонине на определенном его количестве и на дофамине на определенном его количестве. Вообще, вот как вы видите в серединочке, вот здесь, так, сейчас, секундочку, вот здесь, да, вот оно, то, что пересечение трех норадреналина, серотонина и дофамина, вот здесь. И здесь как раз все эмоции, когнитивные, все мыслительные, да, вот эти все процессы, настроение и боль. Боль тоже, кстати, да, особенно хроническая, тоже, и патологическая, точнее, тоже зависит от этих трех моноаминов. Вот, поэтому многие из этих препаратов мы используем для контроля патологической и хронической боли. Поэтому очень важен их баланс. Вот норадреналин отвечает за бодрость, за внимательность, за концентрацию, за энергию. Серотонин – за импульсивность, одержимость. Дофамин – за удовольствие, энергию, мотивацию, поощрение. То есть, когда вы, вот если на нас, да, переносить, когда мы вот такие прям довольные собой, да, что, ай, я молодец, да, прям вот такое, прям такое удовлетворение с поощрением, да, это речь идет о дофамине. Если активность, такая энергичность, но даже иногда с содержимостью, может быть, это серотонин. Вот, поэтому, когда чего-то не хватает, у нас может как раз вот этот весь баланс, баланс, это все держится на балансе вот этих трех веществ. Что касается, если вы хотите получше, побольше про них почитать, мне кажется, это очень важно, вам в помощь Википедию. Прямо открываете, начинаете читать про серотонин, норадреналин и дофамин. И при этом оттуда можете соскакивать на разные ссылки, которые там будут. Вот, очень полезно, потому что это научно-популярные вещи, и тогда это помогает вам потом дальше разобраться, что и как мы будем использовать, и зачем нам это надо, и прочее, да. То есть в основе всего лежит знание вот этих трех моноаминов. Вот, две статьи, очень хорошие, которые можете почитать. «How Psychotropic Medications Work», это тоже Лиза Радоуст, и она, видите, Флоридский университет, по поводу нейротрансмиттеров, да, вот этих моноаминов. И как использовать вот эти психотропные препараты в клинической практике, да, это ее тоже очень хорошая статья, и там как раз вот эти вот, вот эти слайды. И как раз вот здесь, справа, вот, вы видите по препаратам пересечения, да, ну, например, серотонин с норадреналином, это амитриптилин, селегилин, о котором мы сейчас будем о них говорить, это все три, норадреналин, серотонин и дофамин. Сиэртралин, да, это серотонин дофамин. Флоксетин, трозадон, это серотонин, да, так же, как и все, все диеты, да, которые антистрессовые и вообще питание, да. В питании, если присутствует много трептофана, то это помогает позже трептофан метаболизировать в серотонин и, соответственно, успокоение наших пациентов, ну, и нас тоже, да, почему диета, богатая сыром, считается антистрессовой, потому что в сыре очень много трептофана. Так же, как, например, когда люди принимают антидепрессанты, повышающие уровень серотонина, им как раз ограничивают диету, связанную с количеством трептофана, где много. Вот это вот такие очень важные моменты, и для наших пациентов вам тоже это нужно будет знать. Что касается классификации психотропов в медицине, очень хорошая, простая, понятная, мне кажется, не ВОЗовская классификация, а по мошковскому. Она близкая, конечно, к ВОЗу. Нейролептики, как мы говорили, это самые тяжелые, транквилизаторы, седативы, дальше антидепрессанты, и вот там есть норматомические, есть нанотропы, есть стимуляторы центральной нервной системы, но о них мы говорить не будем. Мы остановимся с вами на нейролептиках, транквилизаторах, седативах и антидепрессантах. Это те группы препаратов, которые нам с вами в практике очень понадобятся для разных абсолютно состояний, и это достаточно широкий пул препаратов, которым действительно нужно уметь пользоваться и объяснять владельцам, почему вы их назначаете. Итак, давайте еще раз по группам пробежимся уже более детально. Еще раз, кто такие нейролептики? Это бывшие нейроплитики, те, кто блокирует абсолютно нервную систему. Еще их называют большими транквилизаторами. Ну, то есть это все говорит о их серьезности. Или антипсихотики их называют в американском, английском, в английском языке. Тут все очень хорошо говорит, да, на то, что они созданы для борьбы с психозами у людей. Это самое тяжелое состояние, то есть нарушение поведения у людей. А это обычно производные фенотиазина, бутерфенона, резерпина. Это очень старый препарат, особенно резерпин, фенотиазин. Что они делают? Они блокируют, то есть они снижают количество дофамина в центральной нервной системе. И когда у нас нет дофамина, то есть наш мозг перестает вообще присутствовать, да, он действительно плегируется. И уменьшаются реакции на внешние стимулы. Помните, наверняка вы слышали все про нейролептоанальгезию. Это был один из типов анестезии, который используется и сейчас. Немного, конечно, гораздо меньше, чем раньше, но в середине 20 века это был очень модный протокол, когда использовался нейролептик и опиоид. И это нейролептоанальгезия. Называлось так, на таком наркозе оперировали пациента. Что дает опиоид? Понятно, это обезболивание, а нейролептик дает присутствие, да, пациент не спит, но у него уменьшена реакция на внешние стимулы, то есть на все, но при этом он в сознании. Это такое очень тяжелое состояние для пациента, вроде бы, для него мозг не отдыхает, мозг не спит, но при этом он действительно не может ни на что отреагировать. Правда, очень такое неприятное. Мне кажется, после этого пациенты все просыпаются не отдохнувшими, да, почему позже стало понятно, что нельзя всем пациентам использовать для их якобы успокоения нейролептики, потому что пациент просто отсутствует, присутствует, но отсутствует, но при этом он не отдыхает, голова у него не успевает восстановиться, может, все вот свои там потраченную энергию. В общем, нейролептики не вызывают сон, да, они дают только дремоту. Они могут усиливать седацию других препаратов и анестетиков, да. То есть, когда вы будете использовать нейролептики в своей практике, они... Сейчас, секундочку, извините, дети прибежали. Так, ладно, убежали. Они усиливают действия других анестетиков. Это очень здорово, потому что небольшие дозы помогают все-таки уменьшить количество наркоза. Но опять нужно понимать, что кому вы их будете использовать. Сейчас мы по препаратам посмотрим, и вы сразу все поймете. У некоторых пациентов нейролептики, к сожалению, могут давать парадоксальные энергизирующие действия, но это редко, но встречается. И самый большой минус нейролептиков в том, что, когда вы их назначаете, либо очень долго, либо в очень высоких дозах, они начинают вызывать экстрапирамидальные расстройства, ЭПР. Сейчас мы на нем остановимся отдельно. Они все очень длительного действия. Эффект сонливости у них очень надолго, иногда нескольких суток. Особенно у пациентов, у которых нарушен метаболизм, например, в печени. Это очень для них сложные препараты, потому что все нейролептики метаболизируются в печени. И пока они не проходят метаболизм, они работают. Поэтому иногда пациенты, например, пожилые или пациент с шунтом, при назначении ему нейролептика может быть вялый 2-3 суток, причем вялый очень сильно, вплоть до того, что он не может принимать еду. И еще такой момент. Эти препараты могут повышать внутриглазное давление, но с другой стороны, из-за того, что снижается уровень дофамина в центральной нервной системе, усиливается секреция пролактина и лактация. Не знаю, насколько это будет нужно, но вкратце, если вот почему... Все вы хорошо знаете, что метаклопромид, циррукал или реглан усиливает лактацию. Именно вот по этому же эффекту. То есть он снижает уровень дофамина, усиливает секрецию пролактина, и а то лактация усиливается. Но при этом, все вы хорошо знаете, что метаклопромид, циррукал, в очень больших дозах дает экстрапирамидальные расстройства. Это вроде не нейролептик, но вот этот эффект у него остается. Что такое ЭПР? Это в медицине, это как бы по описанию, это группа двигательных нарушений и изменений мышечного тонуса. Мы это можем видеть в абсолютно разном проявлении. Это может быть атаксия, это может быть тремор. Тремор как при паркинсонизме у людей, вот такое подергивание головы, такое мелкое-мелкоподергивание, постоянное тремор конечностей. Одна из теорий развития паркинсонизма у людей это снижение уровня дофамина в центральной нервной системе. Поэтому, когда нейролептики его снижают, это то же самое и происходит. Как мы говорили, происходит разбалансировка нейротрансмиттерной системы. То есть баланс нейромедиаторов вот этих моноаминов нарушается. Причем самое интересное, что экстрапирамидальные расстройства могут быть как ранние, то есть сразу после приема препарата, так и поздние. Они могут, например, вы уже там сделали большой дозу циррукала, пациент ушел домой, дома у него начинает развиваться вот это подергивание, тремор, атаксия, слюнотечения, цветобоязнь. То есть это очень такое, от шумов, от мелких, они начинают дергаться, пациенты, это такое очень неприятно, владельцев это очень пугает. Это действительно может развиться через несколько часов дома, а может и на следующий день. Это огромный минус в использовании нейролептиков. Это действительно очень мешает, и действительно еще проблема в том, что они метаболизируются в печени. Что касается допамина, если вы его вводите внутривенно, он не проходит ГЭП, поэтому он не может усилить медиаторную активность, поэтому нельзя эту проблему решить введением допамина внутривенно. Вот здесь будет ссылочка, потом можете материалы, наверное, мы же будем рассылать участникам, или просто даже можете на Ютубе или в любом из поисковики сделать запрос по поводу медиаторной активности дофамина. И очень много наушно-популярных видео, мультиков будет по этому поводу. Это тоже очень интересно посмотреть для общего развития, для понимания, как работает внутренняя система наших пациентов. Итак, нейролептики. Кто это такие по группам? Это могут быть производные фенотиазина. Это самые популярные средства в ветеринарной медицине. Раньше был очень популярен хлоропромазин, аминозин. Это такие очень препараты известные. Сейчас у нас в практике есть ацепромазин, который, не знаю, к сожалению или к счастью, но уходит. Многие компании его перестают производить, в том числе и Ветранквил, который производился компанией Сева, уходит с рынка, потому что это действительно очень старые препараты. Сейчас мы по ним пробежимся. Из бутирофеноновых это галоперидол, галоперидол. Из гибензодиазепиновых это азолептин, клозапин. Другие препараты, хотя теоприд еще есть, замещенный бензамид, но все они там производные индиола и другие небоговариваемые, дефинил, бутил, пиперидин, они в ветеринарной медицине не используются широко. Наверное, очень редко, может быть, что-то экспериментальное. Если вы будете искать в какой-то английской литературе, например, МСД, который Эйммануал, там они будут называться антипсихотики. То есть в английском это все-таки будут антипсихотики, не нейролептики, а именно под названием антипсихотики. Поэтому, когда будете читать, вы с этим словом будете сталкиваться. Итак, первый, возможно, единственный нейролептик, который у нас остался пока, это аципромазин. Так как Сева перестает производить Витранквил, то, наверное, какие-то остатки еще будут, нейротранк есть, возможно, есть еще какие-то другие производители. Комбистресс, да, вот раньше был комбистресс еще, сейчас не знаю, существует или нет. Итак, да, по поводу Витранквилла, однопроцентный раствор. Вообще аципромазин это неизбирательный блокатор. И он блокирует разные рецепторы, и серотониновые, и дофаминовые, но он действительно очень жестко снижает уровень дофамина в центральной нервной системе. Эффект у него непредсказуемый. Обычно, конечно, чаще всего мы видим успокоение, но это вот эта нейроплегия, да, даже не успокоение, а именно присутствует пациент, но реально у него мозг отсутствует. Вот плюс экстраперамидальные расстройства. У некоторых пациентов при длительном применении, имеется в виду много дней подряд, наоборот, может возникнуть агрессия. Я всегда привожу очень интересный этот пример из моей практики. Года четыре назад ко мне обратились люди, у которых соседи по дому, по даче, у них был одногодовалый ирландский терьер, который в... кобель, который в годовалом возрасте, так как он не был ничему обучен, им никто не занимался, там, какие-то семейные проблемы были в этой семье, он стал агрессивным. Агрессивным, причем агрессивный к детям. И, ну как, дети, маленькие дети к нему пристают, он их покусывает. Ну, то есть, вполне, наверное, это, не знаю, ирландский терьер, мне кажется, сложный, но это была брошенная собака. И они его хотели эфтонозировать, да, потому что там в семье проблемы, дети эти покусанные, ну, в общем, да, годовалого племенного кобеля хотели эфтонозировать, ко мне обратился их сосед, спросил, могу ли я чем-то помочь. Я предложила единственный вариант, который я могу сделать, это его забрать и связаться с его заводчиком. Выяснилось, что заводчик на Урале, и она сказала, что она готова забрать эту собаку обратно, но, как бы, давайте мы там все это сделаем. Я взяла, то есть, с его бывшим владельцем мы договорились, что они берут расходы на себя по транспортировке, ну, я его забираю на передержку. Когда я его забрала к нам в гостиницу, в клинику на передержку, собака была, правда, агрессивная, она крупная, она очень сильная, и очень не любила мужчин, вообще невозможно было к ней подойти, к девушкам она относилась достаточно спокойно, я ее оставила где-то на, планировалась две недели, потому что мне нужно было оформлять там вакцинации, справки, с аэрофлотом решать проблемы, там, все эти переноски и все прочее. Тем, кто его будет принимать, там, не так все просто, он ведь должен был лететь в Инкетеринбург, оттуда ехать на машине, ну, в общем, пару недель бы это заняло. В этот момент я уезжаю в отход, как раз я подумала, что все это буду решать, и собака останется. Через несколько дней мне звонят из клиники, пишут, мне говорят, что собака совсем уже теряет контроль, нужно ей назначить что-то из, можно ли ей назначить что-то успокаивающее. Я не вдаваясь в подробности, говорю, да, конечно, можно, пожалуйста, ну, конечно, кому нужна такая собака, я за нее плачу, но при этом никто не хочет работать с агрессивным пациентом. Проходят дня 3-4, мне опять звонят и пишут, что собака стала еще хуже, что она просто уже вообще неконтролируемая, она бросается даже на девушек. Моего ассистента, она там кусалась за спину, то есть, ассистент развернулся, она его повалила. Я начинаю выяснять вообще, что с ней делали и выясняется, что уже там ей 10 дают каждый день Витранквилл, да, то есть, не почему был выбран Витранквилл, я на тот момент, ну, как бы, самый дешевый, наверное, самый постой и вроде бы на первый взгляд самый надежный, да, то есть он точно бах и работает, но при этом с каждым днем этого применения, этого препарата, первые дни было хорошо, а дальше все хуже, хуже, хуже и хуже. В чем была проблема, да, к сожалению, пришли мы к тому, что эту собаку мы не отправили уже домой, пришлось вызывать ловцов и ее тонозировать действительно, потому что, ну, это действительно стало уже опасно, когда она бросилась в шею человеку, да, то есть, увы. Я понимаю, что здесь, конечно, частично и наша вина и, ну, сложно, вот, поэтому в чем причина? Ежедневная дача Витранквила способствовала тому, что у нее ежедневно из-за этого препарата снижался уровень дофамина в центральной нервной системе, а когда у пациентов снижается дофамин в центральной нервной системе стойко и надолго, у них развивается агрессия. Вот, агрессивные люди обычно со сниженным уровнем дофамина, да, почему им назначают препараты, как раз, которые помогают усилить, набрать дофамин, да, именно потому, что агрессия одна из ее причин, понятное дело, что там очень много норадреналина, там много, может быть, серотонина, и там мало дофамина, вот, поэтому, вот у этой собаки, да, вот так, так и произошло, поэтому нужно быть с цифромазином очень аккуратными, я бы, если вы выбираете его, то, может быть, только однократно, двукратно, но не более, важен момент, что мне кажется, он абсолютно не подходит кошкам, так как он метаболизируется печенью, у кошек с этим проблемы достаточно серьезные, с его метаболизмом, и кошки могут чуть ли не там на 3-4 дня просто выпасть в абсолютную плегию, да, они вообще не присутствуют, не едят, очень сложный препарат, поэтому, наверное, все-таки это больше выбор для собак, причем для тех собак, которые больше ничем не контролируются, это не первый, наверное, препарат выбора, если использовать, то я использую его только перорально, доза перорального все-таки для него, для вот домашних животных, не агрессивных, я бы брала где-то одну каплю, если перорально капли, да, просто раствора, на 20-40 килограмм, ну, то есть совсем ничего, если мы говорим, конечно, про уличных собак, про отловы и все прочее, там этот препарат очень часто используется в виде инъекций, там уже по инструкции можно, да, достаточно серьезную дозу брать. Еще раз напоминаю, что от цифромазина, как и от всех нейролептиков, мы получаем дремотное состояние без сна, то есть в этот момент пациент не отдыхает. И еще такой момент очень важный, что от цифромазин, он что делает? Он расширяет сосуды, он блокатор альфа-1 адренорецептора, все помним, да, что альфа-1 адренорецептор находится в сосудах, при их стимуляции сосуды снижаются, при их блокаде сосуды расширяются, и как раз от цифромазин блокирует альфа-1, поэтому на нем у пациентов столько воздилетации происходит и резко может падать давление, поэтому будьте с этим тоже очень аккуратны. Ни в коем случае ветромфилм от цифромазина нельзя применять у пациентов в тяжелом состоянии, средней тяжести. Вообще, насколько я очень хорошо запомнила это после своей стажировки в Израиле, его можно только молодым животным, но имеется в виду от года, уже взрослым, молодым, не педиатрическим пациентам, от года до трех лет собаки, которые абсолютно здоровы, только им его можно назначать. Я, в принципе, такое уже правило сейчас и придерживаюсь. Раньше считалось, что цифромазин нельзя назначать при эпилепсии, сейчас все-таки этот, сняли этот запрет, да, его не нужно назначать при приступах, конечно же, он ничего не поможет, но при этом, если у вас уже есть пациент, у которого в анамнезе эпилепсия, и вы по какой-то причине хотите ему назначить цифромазин, это можно сделать. То есть, вот в этом исследовании, которое здесь указано, 2006 года, 36 собак с предыдущей историей судорог, у которых при использовании цифромазина эти судороги не усиливались. поэтому, поэтому вот так. Другой препарат из группы нейролептиков, который до сих пор используется в медицине, это препарат очень старый, 60-х годов, раньше его использовали вообще как антиаритмик, он обладает антиаритмическим эффектом, мелорил или санопак с действующим веществом теоридозин. Все вот эти зины, ацепромазин, теоридозин, да, это, это все вот из этой группы нейролептиков. Санопакс до сих пор остался у людей, причем его, насколько я была удивлена, используют и в педиатрии, в педиатрической вот эти все психомоторные нарушения, но он вызывает очень сильные тоже экстрапирамидальные расстройства, поэтому все то же самое, просто он в таблетках, да, санопакс. Доступ к нему по рецепту, понятное дело, но иногда ему тоже можно использовать у пациентов. Галоперидол, драпиридол, это кажется вообще там, да, 19 век. На самом деле достаточно старые препараты, очень сильные, галоперидол вообще какой-то прям монстр, драпиридол, наверное, чуть-чуть понежнее, раньше, это тоже, конечно же, это нейролептики, точно это на любителя, потому что это какие-то остатки наверняка будут, где-то там у кого-то были капли, например, у меня дома стоят капли галоперидола. Дозы абсолютно эмпирические, надо с ними быть очень аккуратными, очень часто в статьях он описан как применение у птиц, например, 2001 год, вот здесь указана статья, галоперидол с кетамином, вот что мы, это вот нейролепто, как какая-то анальгезия, да, для анестезии у собак, вообще сложно очень, да, кетамин, галлюциноген, такой достаточно сильный, дисфоричный препарат, и вот этот галоперидол, который относится как раз к нейролептикам. Был давно препарат, назывался Инновар, он был и в медицине, и был ветеринарный Наварвет. Все это было сочетание дроперидола с фентанилом, как раз для нейроэлектрональгезии. Потом в медицине отказались от разных типов коктейлей, какое-то время Наварвет еще был ветеринарный, но в России он так и не попал. Другой препарат, достаточно популярный в медицине остается, это клозапин, действующее вещество азолептин, он больше блокирует серотониновые, меньше дофаминовые рецепторы, поэтому у людей проявляется меньше экстрапирамидальных расстройств, потому что меньше блокад дофамина. Но при этом все равно у пациентов остается сильная саливация и атаксия. Хотя он указан во фармакологических справочниках международных, но при этом описан не применять у агрессивных животных. То есть это такой, о чем мы с вами и говорили ранее. Что касается психотропов, наверное, все. Я вот так сказала, что в нашей практике все-таки это только витранквилл. может быть теоритозина немного, но только если у кого-то есть какие-то остатки доступа к таблеткам санопакс. То есть вот так. Если есть какие-то вопросы или опыт какой-то применения цепрамазина, пишите, буду рада, что ты услышишь, ваши какие-то истории. У меня он остается. В практике я даже, наверное, буду скучать, когда пропадет витранквилл. Все-таки есть некоторые пациенты молодые, которые уже находятся в состоянии стресса и которых сложно успокоить другими препаратами. Им как раз нужен нейролептик. Но это очень-очень редко в использовании. поэтому это вот такой момент. Теперь, что касается дальше. Давайте поговорим о более слабых препаратах утронклилизаторов. Для чего они нужны и кто они такие. Это сборная группа препаратов. Они применяются в медицине для лечения более мягких психических нарушений. Это неврозы, страхи, тревожность, то есть это состояние гораздо проще, нежели чем мы говорили только что про нейролептики. В основном, конечно, это препараты, которые влияют на гамма-аминомасляные рецепторы. Часть из них все-таки это транквилизаторы, другая часть это анксиолитики, более мягкие. То есть в этой группе все равно есть тоже подразделения. У транквилизаторов есть под правилом считается, что у них есть все-таки еще дополнительные четыре, три, ну, вообще суммарно четыре эффекта у транквилизаторов. Это седативный, то есть успокаивающий, может быть при повышении дозы снотворный, миорелаксирующий и противосудорожный. При этом очень важно помнить, что многие из транквилизаторов относят также к группе центральных миорелаксантов. Это те, которые нам помогают расслаблять тело от головы. То есть мы сейчас будем когда перечислять препараты, вы поймете, что мама незнакома еще под названием центральные миорелаксанты. Это препараты, все транквилизаторы очень эффективны для лечения тревоги, для лечения различных страхов, фобий. У наших пациентов есть фобия, есть тревожное состояние, есть посттравматический стресс, у наших пациентов есть также нарушение сна и адаптации. Например, эти все препараты показаны пациентам, которые меняют часовые пояса, причем очень серьезные. Например, кошка перелетает жить из России в Южную или Северную Америку, там меняются часовые пояса очень сильно, меняется вообще климат и прочее, поэтому ей нужно помочь адаптироваться, решить проблему со сном, поэтому это тоже очень будет помогать. Что касается панических атак, посттравматического стресса, это у наших пациентов есть, и поэтому нужно с этим обязательно тоже бороться с применением трокализатора. У транквилизаторов, которые относятся к группе бензодиазепинов, есть антагонист, это флумазенил, но на этой практике достаточно редко его требуется применение, он не в свободном доступе в России, это контролируемый препарат, так же, как и бензодиазепины на самом деле, но у них есть антагонист, чтобы это мы с вами понимали. Итак, какая классификация у транквилизаторов? Во-первых, большая часть транквилизаторов это все-таки действительно бензодиазепины. Бензодиазепины это препараты, которые действуют на рецепторы гамамина, на масляные кислоты, они могут быть разными по разной степени длительности. Да, могу чей русский. Они бывают короткие, длительные и какие-то средние. Короткие все-таки относят альпразолам, лорзепам, длительные диазепам, к какому-то среднему, наверное, относят золозепам, который входит в состав нашего с вами препарата, известного как залетил или телозол. В составе залетил и телозола входит залозепам, это бензодиазепин. Вот такая классификация по краткости действия, по длительности, короткие, длительные, средние, это все-таки больше похоже на метаболизм собак. Но у кошек это бензодиазепины все очень сложно метаболизироваться, они все, можно их называть длительными, они у кошек могут вызывать много проблем, связанных с печенью. При этом надо помнить, что если есть еще другие препараты, которые конкурируют за те же ферменты в метаболизме, действительно у пациента могут быть проблемы. Поэтому с бензодиазепинами у кошек нужно быть действительно очень аккуратными, даже по залетилу, это очень хорошо заметно, по метаболизму, например, в залетиле или в тилозоле у нас с вами есть два действующих вещества. Есть телитамин, который как кетамин, это ассоциативный анестетик, и есть бензодиазепин, золозепам. У кошек эти два вещества метаболизируются примерно в равной степени, с равной скоростью, поэтому пациенты просыпаются достаточно, ну не то, что плавно, но более мягко, чем собаки. Собаки просыпаются с дисфорией, они могут выйти, у них действительно вот это вот ассоциативное расстройство, то есть галлюцинация, у них могут быть, почему это происходит, потому что у собак золозепам метаболизируется очень быстро, а телитамин медленнее, поэтому вот когда мы говорим про короткие и длительные, все-таки это больше про собачий метаболизм, потому что у кошек это все, даже, наверное, альпразолам, лорозепам тоже будут достаточно долгими. Это первая группа тампилизаторов. И, кстати, бензодиазепины называют центральными миорелациантами. Они очень помогают расслаблять тело от центральной, от головы, да, то есть из литил, и телозол, и диазепам, и медазолам, все они используются в практике с точки зрения и успокоения, да, и снотворные средства, но и миорелаксация тоже может быть в качестве компонента операционного, потому что все мы хорошо помним, что наркоз это трехкомпонентная система, да, в наркозе есть анальгезия, есть сон, есть миорелаксация. И вот эти препараты нам дают такой эффект. Другая группа альфа-2-агонисты, да, их, наверное, только в ветеринарной медицине относят к транцилизаторам, хотя в человеческой используется альфа-2 как анксиулитики, альфа-2 это все нам известные старый ксилозин, поновее медитамидин и новый, ну как, достаточно новый в нашей практике декс-медитамидин. В медицине как успокоительный препарат в стационарах используется как декс-медитамидин на инфузии с постоянной скоростью. Действительно, он помогает в медицине у пациентов бороться так называемым синдромом ОРИД. Что это такое? Это состояние в стационаре, когда пациент перестает спать, отдыхать, потому что его постоянно угнетает разные процедуры, шум, шум стойкий от всего, начиная от кислородной концентраторы, вентиляторы, вытяжки, свет, даже вот этот звук ламп, который бывает у пациентов, у человеческих, у людей, может вызывать так называемый синдром ОРИД. И этим пациентам требуется успокоение, и в медицине очень сейчас широко используется декс-медитамидин. Я тоже его люблю с этой точки зрения, очень люблю декс-медитамидин именно в стационаре для успокоения пациентов, особенно собак. Это при этом им не мешает кушать, мы сейчас к дозировкам перейдем, но при этом действительно, в отличие от нейролептиков, которые мы говорили, что просто плегируют, не дают мозгу отдыхать, то как раз транквилизаторы помогают мозгу отдохнуть. И еще к транквилизаторам, кстати, альфа-2-агонисты тоже относят к центральным миорелаксантам, помогающим. Мы все хорошо знаем, что медитамидин, декс-медитамидин в наших протоколах нам помогает пациенту усилить мышечное расслабление. Антиконвульсанты это тоже группа, обладающая транквилизирующим эффектом. То есть это тоже, как я сказала, это смешанная такая классификация. Антиконвульсанты гобопентин и фенобарбитал. Они используются для успокоения. Все мы хорошо знаем, что гобопентин и фенобарбитал прекрасные успокоительные средства, но на самом деле они все-таки относятся изначально к группе антиконвульсантов. Но они обладают транквилизирующим эффектом. Вообще фармакология очень смешанная такая наука. Там постоянно есть перекрест классификации. Это иногда запутывает, но иногда просто нужно разобраться и все становится гораздо легче. Хотя русские классификации гораздо запутаннее, мне кажется, чем американские. Итак, какие транквилизаторы мы с вами используем для кошек и собак? Диазепам. Кто такой диазепам? Это, наверное, самый известный бензодиазепин. Он очень длительный, у него есть остаточные долгие эффекты 48 часов. У кошек это достаточно опасный, наверное, препарат с точки зрения длительности. Если принимать его перорально, кошка может развиваться даже на нем острая печеночная недостаточность. Какие-то были раньше статьи, постоянно попадались, где 9 из 10 кош, 9 из 11 кошек при пероральном применении диазепама показывали признаки острой печеночной недостаточности, которые позже там многих проходили на симптоматической терапии и на реверсе, но все-таки оно может быть. У диазепама есть свойство такое, что его нужно делать либо внутривенно, либо перорально. Внутримышечная из-за своей химической формулы состава он очень плохо всасывается из мышц, поэтому диазепам колодженутримышечная это, мне кажется, трата препарата, может вообще не оказать никакой эффект. Все-таки диазепам это больше препарат для собак, если у вас есть доступы, у него очень дозозависимый эффект, как у всех бензодиазепинов. Если вы берете низкую дозу, вы получаете успокаивающий эффект, если дозу больше, вы получаете снотворный и выше еще миорелаксирующий, поэтому вы сами определяете ту дозу и эффект, который хотите получить, либо еще на высоких дозах это антиконвульсанты, не забывайте тоже об этом, противосудорожный эффект у них тоже есть. Поэтому всегда все будет зависеть от дозы. Это удобно, потому что терапевтическая широта это очень удобная вещь, тогда вы один и тот же препарат можете использовать для разных абсолютно потребностей. Очень известный препарат из этой же группы бензодиазепинов, современный, достаточно современный, это альпразолам. Альпразолам очень популярен в Америке в медицине, его там спокойно назначают все, кому не лень, и наверняка в любом американском сериале или фильме вы видели кого-то, кто там вечером после работы или утром или днем с бокалом вина принимает половиночку или целую даблеточку ксанокса. Ксанокс, мне кажется, один из самых популярных героев американских фильмов. Действительно, он там очень много назначается, это бензодиазепин, тоже действие его зависит от дозы, он короткого действия, то есть до нескольких часов, у кошек он будет действовать гораздо дольше, видите, даже по дозам, что у кошек до 12 часов, у собак до 6 часов действует, и доза намного выше у собак, нежели, чем у кошек. Это касается всех бензодиазепинов, это препараты непростые для метаболизма в печени у кошек из-за того, что у кошек все-таки особый метаболизм из-за нехватки ферментов, из-за конкуренции других там препаратов, поэтому вот так. Альпразолам показал свою эффективность для лечения шумовых фобий у собак, это боязнь звуков, салюты, некоторые собаки сложно выходят даже на улицу, то есть любой шум у них действительно вызывает патологическое состояние, фобию, поэтому его можно использовать. На самом деле бензодиазепин очень надежный. Вы даете препарат и получаете эффект. Это очень здорово, потому что он стойко подавляет страх, агрессию, фобии, да, то есть он действительно надежен в плане того, что вы что-то ожидаемое можете получить, в отличие, например, от альфотовагонистов, о которых мы сейчас поговорим. Теперь лорозепам. Лорозепам это больше все-таки препарат коммерческого названия тиман, это все-таки больше противосудорожный препарат, в медицине он даже есть в виде шприцов с дозами противосудорожными прям. Можно его использовать как транквилизатор успокаивающий, как эксамекс у наших пациентов, у собак. Он используется очень хорошо во время поездок, да, он достаточно надежный, при этом эти собаки, в отличие от собак нацепромазини, все-таки ощущают внешний мир, да, у них не притупляются вот эти органы чувств, да, и это тоже важно для все-таки сохранности наших пациентов. Его лорозепам назначают несколько часов до поездок, действует он в среднюю длительность, до 6-8 часов. медазолам. Медазолам вы все хорошо знаете, но на слуху это один из основных бензоязепинов, который входит в множество разных рекомендаций и протоколов современных для приведикации в эластезии, он действительно популярен там, где он доступен, да, в России, конечно, про медазолам мы очень мало говорим, потому что это препарат усиленного контроля. Опять же, как у всех бензодиазепинов, у медазолама есть тоже разброс по дозам, есть доза для седации, то есть опять низкая доза дает успокоение анксиолизис, более высокая доза дает седацию, самая высокая доза все-таки будет уже давать сон и мину релаксацию. Переходим к антиконвульсантам. Первый из них известный очень это фенобарбитал. Это уже барбитураты. Барбитураты это другая группа, это не бензодиазепины, да, есть бензодиазепины, а есть барбитураты. Барбитураты тоже метаболизируются печенью, тоже не очень просто, но все-таки фенобарбитал в первую очередь это неврологический препарат для купирования судорог, но его даже разовые дозы могут давать успокоение. Если давать его длительно или в высоких дозах, он может дать сильную седацию. У этого препарата есть накопление, но для успокоения и первая доза тоже может работать. Обычно 2-3 мг на килограмм перорально можно этот препарат назначить ректально. Тоже достаточно неплохой вариант в ситуациях, когда мы перорально ничего не можем сделать. Все-таки вот так. И нам всеми любимый габапентин. Габапентин относится к препаратам антиконвульсантам. То есть это изначально противосудорожный препарат, потом это препарат для контроля нейропатии и только позже стало понятно, что в определенных низких дозах его можно использовать и как препарат для успокоения и седации. Так, сейчас мы прямо секундочку вернусь к более габапентину более развернутым, потому что его действительно очень много и с ним не хочется все-таки чуть-чуть пошире разобраться. Габапентин это вещество, которое по своему строению схоже с гаммамина масляной кислотой. он не метаболизируется, он не переходит в гаммах, он просто действительно на него похож, на нее похож. И самковый пентин в организме очень слабо метаболизируется, обычно он как вошел, так и вышел, что неплохо, но с другой стороны его эффект корреляции дозы будет зависеть от функции почек. То есть пока он не выведется полностью, он выйдет работать. Почему его нужно габапентин очень с осторожностью назначать почечным пациентам? Не потому, что он им навредит, он скорее какого-то прямого воздействия на органы не окажет, но при этом этот препарат будет очень долго действовать, вплоть до целой недели. Может, например, пациент быть очень седатирован, особенно те, у которых клирец креатинина очень сильно снижен, это уже на терминальных стадиях хронической болезни почек, или при острой почечной недостаточности, когда фильтрации вообще почечные отсутствуют, клиренс катастрофически низкий, тогда тоже габапентин может оказать злую шутку. Действие его сложное в плане фармакологии, фармакинетики, поэтому не будем на нем останавливаться. Чаще написано, что ничего с ним не ясно, но он оказывает действие на гамма-аминомасляные рецепторы. Как? Это уже другой вопрос. Для чего используется габапентин? Габапентин используется для контроля сфоберок, для контроля нейропатии, для упреждения и контроля хронической боли, и, конечно же, для успокоения и седации. Нас интересует всегда анестезиологов. Габапентин как мне он очень нравится, как препарат для контроля, конечно, нейропатии, упреждения хронической боли, но и это пока что золотой стандарт, наверное, уже стал золотым для успокоения кошек. Хотя с ним тоже все не очень просто. Два вопроса, которые постоянно всех волнуют, снижает ли габапентин острую боль, влияет ли он на нее и снижает ли он количество наркоза. Давайте тоже на этом еще остановимся. По поводу сейчас периодически появляются всякие разные информации о неоднозначности габапентина в качестве препарата для успокоения. И такое предположение возникает у очень известных опытных векторов, западных, которые говорят о том, что габапентин не успокаивает, а вызывает такую миорелаксацию, что пациент просто, он продолжает находиться в стрессе, но не может ответить на него, потому что он миорелаксирован. То есть состояние схожее вроде бы с нейролептиками. мне кажется, что здесь дело в дозе, как у бензодиазепинов, потому что этот препарат тоже действует на гамма-аминомасляные рецепторы. В чем смысл? В низких дозах он действительно, на мой взгляд, хорошо успокаивает, но в экстремально высоких дозах он все-таки может давать миорелаксацию, и пациент вроде есть, а ничего ответить не может. поэтому на мой взгляд нужно делать как? Нужно придерживаться низких доз для кошек. Мы берем 50-100 миллиграмм на кошку, на целую кошку, а не на килограмм. Если эта доза не работает минут через 30-40, обычно нужно все-таки время, то мы дозу уже не увеличиваем и меняем препарат. Потому что дальше, если эта доза не успокоила кошку, то более высокая доза даст просто миорелаксацию, это будет ужас в глазах кота, но при этом он ничего не сможет сделать, но внутри у него все процессы стрессовые будут идти как шли. Вот такой момент. По 2018 году этот препарат остается высокорекомендованным до госпитального применения, то есть по-хорошему мы его должны назначать владельцем до выезда из дома. Все-таки этому препарату нужно какое-то время для того, чтобы он подействовал. Многие владельцы пугают состояние своих пациентов, но не нужно его бояться, просто им нужно объяснить, что ждать. Но опять доза 50-100 миллиграмм на кошку. Что касается галапентина для малышей, по-разному. На мой взгляд, кому-то он действительно успокаивает, кого-то он наоборот вызывает возбуждение. Очень такое неоднозначное применение у педиатрических пациентов. Раньше мы все-таки как-то рекомендовали высокие дозы до 100 миллиграмм на килограмм, но сейчас я все-таки действительно соглашусь с западными мнениями о том, что все-таки если не помогла малая доза, то большая вряд ли успокоит. Она все-таки больше миорелаксирует пациента, и он все равно внутри останется с состоянием стресса. Итак, когда мы можем галопензин использовать для длительного успокоения, обычно мы рекомендуем его используем в практике и рекомендуем владельцев, владельцам, когда дома идет ремонт, новые животные в доме, новые члены семьи, дети или сам новый дом. Всегда помнить нужно о том, что особенно кошкам, это препарат кошачий, а кошки любят привычные вещи, привычные действия, кошки это животные привычки, и меняя любую из их привычек, мы сталкиваемся со стрессом у них. Вы меняете миску, вы меняете ее место, вы меняете место лотка, не говоря, что если меняются люди, если меняется помещение, если меняется распорядок дня, адаптация новая, то здесь, конечно, хорошо габабентин, но опять габабентин надолго тоже нельзя, это не препарат длительного применения с точки зрения успокоения, дальше уже нужно, пару дней можно подавать, а дальше уже лучше переходить на антидепрессанты, при этом феромоны мы обязательно включаем с вами в протокол. Для собак габабентин прописан в разных протоколах, но опять для собак доза тоже очень неоднозначная и действует на крайне малое количество собак, как мне кажется, до 30 миллиграмм на килограмм я назначаю, но не вижу особого эффекта, но еще такой момент, что кошкам мы чаще всегда, точнее, назначаем в разведенном виде, он действует быстрее, когда вы его назначаете в капсуле, он действует все-таки подольше. А у кого еще можно применять габабентин? У всех видах кошачьих, корьки, кролики, крысы, мыши, свиньи, обезьяны, то есть у многих пациентов есть статии, есть рекомендации, есть показания к применению габабентина. Про судороги не будем долго останавливаться, габабентин применяем, конечно же, для контроля судорог, в том числе рефракторной идиопатической эпилепсии собак. Никогда габабентин не идет в монотерапии, он всегда добавляется каким-то по порядку к основным антиконвульсантам. Удобно то, что обычно его уровень в сыворотке не требует измерения, фенобарбитал. Фенобарбитал требует проверки уровня. по нему по разным статьям, не знаю, может быть, что-то еще новое, там очень быстро все в неврологии меняется, я не поспеваю, читается, что при назначении габабентина считалось, то, что данные у меня есть, при назначении габабентина при рефракторной эпилепсии у пациентов снижается период, то есть восстановление после судорог проходит быстрее, снижается частота судорог, и у некоторых пациентов наблюдали полное прекращение судорог при назначении дополнительного габабентина к общему протоколу антиконверсантов. Габабентин для контроля боли. Все-таки мне кажется, габабентин не надо на него надеяться как препарат для контроля острой боли. Это не то, это будет последним препаратом, который вы назначите для острой боли, потому что он просто смазывает картинку. В чем смысл? Давайте пример из личного опыта. У меня достаточно тяжелые формы разных артритов, и у меня ограничения по приему НПВС. У меня был случай, когда у меня случился очень тяжелый артрит на ноги, и у меня почки не были в очень хорошей форме, и мне назначили гобопентин. Ты пьешь гобопентин, ничего не меняется с твоими ногами, то есть они становятся им лучше, ты также не можешь ходить, не можешь влезть в ботинки, ну то есть наступить даже не можешь нормально на ногу, но при этом ты на это все смотришь, и тебе как бы слегка все равно. Ты вроде бы эту боль чувствуешь, но ты ее не осознаешь как боль. Да, тебе становится легче, но эта проблема не решает вообще никак. Поэтому может быть с точки зрения психологического состояния это вроде ничего, но при этом это такие дозы, от которых ты уже мало вообще что соображаешь. Поэтому гобопентин в острой боли, мне кажется, не очень все-таки супер препарат. А вот при хронической нейропатии это да. Есть хорошая статья, где сравнивали гобопентин с плацебо у собак после мастектомии. Им после операционного назначали мелоксикам каждые 24 часа в дозе 0,1 миллиграмм на килограмм. И гобопентин половине пациентов назначили гобопентин. И смотрели, у кого проявится острая боль для того, чтобы назначить морфин. И вышло так, что у пациентов, кому был назначен гобопентин, 9 случаев, а у пациентов, у которых не был назначен гобопентин, 16 случаев проявления острой боли. То есть это опять, возможно, они просто ее не проявили, она была, но как и мне с моими ногами, им было слегка все равно. Но при этом больник не делась. Она есть, но она просто неправильно осознается. Поэтому тут, на мой взгляд, все равно спорные вопросы. На этот препарат не стоит надеяться как основной, ни в коем случае как не основной, не как основной для острой боли. то, что пишет АХА и АФИ, это две американские ассоциации госпиталей Америки ветеринарных и ассоциация кошачья американская, говорит о том, что все-таки нет достоверных данных о том, что при острой боли послеоперационной дает хороший эффект. Да, он дает вялость, дает сонливость, но при этом возможно применение, но опять требует до получения каких-то данных. По поводу гобопентина и хронической боли. Это уже другой вопрос. Он рекомендован в медицине человека, причем он рекомендован при медикации. Гобопентин данный пациентам, медицинским пациентам по исследованию с 17-го года давали гобопентин при медикации за 12-2 часа пациентам на таракальные операции и ортопедические и спины. И выяснилось, что те, кто получали гобопентин до операции, меньше проявляли боль хроническую в течение 3-6 месяцев. Это очень важно, поэтому я, например, на все ортопедические операции, все спины ляминэктомии, все таракалки обязательно кошкам и собакам назначаю гобопентин за 12-2 часа. Если это плановая операция, то таких данных пока по кошкам и собакам нет, но мне кажется, что если у людей это есть, то, скорее всего, это должно быть и у нас, поэтому мне не жалко им дать, попросить владельцев им дать, гобопентин. И если я могу каким-то образом, как говорит Сава, что мы никогда не знаем, насколько нашему пациенту больно, поэтому мы обязаны делать все, чтобы нашему пациенту не было больно. Поэтому я вот этому правилу придерживаюсь и назначаю за 12-2 часа, то есть минимум за 2 часа разово хотя бы должно быть. При нейропатии, конечно, да, дозы все вы хорошо знаете, у собак чуть доза повыше, у кошек чуть доза пониже, у собак почаще, у кошек в Париже, у кошек основное, наверное, направление, где используется гобопентин в нейропатиях, это ФОПС, да, это кошачий оролицевой, ротолицевой синдром, фелин орол фейшл пейн синдром, это то, что у кошек лицо нервируется чуть-чуть иначе, и у них любое заболевание лица, в том числе и зубы, глаза, различные вирусные, например, герпес-вирусная инфекция, калицивирозы и все прочее могут стимулировать тяжелое состояние нейропатическое, а гобопентин здесь в помощь. А, ну вот, да, это ФОПС. Так, по поводу общего наркоза, гобопентин все-таки не снижает количество общего наркоза, не влияет на ингаляционные анестетики. Наверное, мне кажется, пропофол уходит чуть-чуть поменьше. Если пациент до этого получил гобопентин, ну, на ингаляционные анестетики никак не влияет. Так, по поводу кошек. Как я применяю гобопентин? Я развожу одну капсулу, 300 мг гобопентина, содержимое капсулы, на 20 мл воды и кошкам выпаиваю где-то по 4 мл, это 50-60 мл на кошку. При этом я туда добавляю какой-нибудь из паштетов для вкуса. Так, возвращаемся обратно к нашим с вами психотропам. гобопентин. мы с вами говорим, сейчас продолжаем говорить про транквилизаторы. Достаточно сильная группа, современная группа транквилизаторов это альфа-2 агонисты. сейчас остаются в практике все равно ксилозин, медитамидин и дексмедитамидин. Что они делают? Они все влияют на альфа-2 адренорецепторы в центральной нервной системе. Но, помимо прочего, они, конечно, влияют, увы, на альфа-1 рецепторы в периферической сосудах. Но основное, что нам нужно как транквилизаторы, это их влияние на центральную нервную систему, голубое пятно, так называемое. Они влияют на норадреналин. И важно здесь, что альфа-2 агонисты следует начинать применять у пациента до появления страха, стресса, агрессии и прочее. Если уже проявилось это, то альфа-2 агонисты могут быть неэффективными, к сожалению. Поэтому это препараты упреждающие, но малоэффективные уже в борьбе с имеющейся проблемой, вот прямо здесь, сейчас, там, там, лучше бензодиазепины. Если вы получаете на приеме очень агрессивную кошку или очень агрессивную собаку, все-таки ей будет проще сделать какой-то бензодиазепин, минозалам, диазепам, альпразалам или тот же даже залетим, в составе которого изолазепам, и вы получите ненадежный эффект успокоения, нежели чем все-таки, наверное, вы будете применять альфа-2. Альфа-2 лучше заранее, да, почему его рекомендуют даже тот же герсилию, который у нас есть, его рекомендуют применять все-таки до появления, до начала салютов, да, заранее, а не когда они уже начались, потому что тогда можно сказать, что уже неэффективен, не работает, плохой препарат. На самом деле его просто фармакокинетикодинамика, ну, то есть мы выбрали неправильное решение. Ну, вот этот силио, да, наш, это препарат в виде геля, он, это дексмидитамидин, он создан для собак и именно для владельцев собак. Там очень хорошая подробная инструкция для владельцев, она в пачке есть в виде бумажной версии, она есть на сайте, там есть очень много видео, то есть это препарат, который вы можете спокойно назначать владельцу на дом, ему цены купить и сами применять. Но важно очень объяснить им, что это должно быть до проявления стресса, а не потом. Что касается кошек, оффлэйбл его применяем, то есть нет для него никаких показаний официальных, но он неплохо работает тоже у кошек. Насколько я поняла, разговаривая с производителем, они не сделали его для кошек только потому, что боялись, что кошки его будут сглатывать очень быстро, он же наносится на слизистую рта, но при этом всем казалось, что кошки его будут плохо воспринимать, поэтому поэтому вот так. На самом деле мне нравится, как он работает у кошек, мы как какое-то такое внутреннее попробовали провести исследование, не смогли его перевести в какую-то серьезную научную работу, но иногда, конечно, его альфа-2 здоровую кошку можно использовать. То же касается и других. Дексмедитамидин, инфузия с постоянной скоростью, показана пациентам в стационаре, особенно собакам, считается, что доза до 1 мкг на 1 кг в час не дает сильного сосудосуживающего эффекта, не влияет на гемодинамику, не дает хорошее очень успокоение. Поэтому, если вы сталкиваетесь у ваших пациентов с синдромом Морит, как мы уже говорили, то им можно назначать, да и в комплексной другой практике назначается достаточно много дексмедитамидина, но опять заранее, да, либо вначале в комбинации с другим успокоить транквилизатором, например, можете залетил сделать, сделать дексмедитамидин, а дальше уже просто, когда уровень адренализа собственно упадет, и дексмедитамидин подействует, можно уже дальше переводить просто на дексмедитамидин. Вот, в этом плане это очень хороший препарат, но просто нужно знать его особенности применения, не забывать об этом. По поводу антидепрессантов, есть ли у вас какие-то вопросы по транквилизаторам? Группа достаточно широкая, серьезная, может, габапентину что-то? Пока острого ничего нет, тогда, да, попозже будем отвечать на какие-то позже вопросы. Надеюсь, меня хоть кто-то слушает. Да, если не жаль, у нас есть вопрос. А после постоперационно, после ортопедических операций имеет смысл назначать габапентин? Да, классный вопрос. Мне кажется, да. Я постоянно спорю с нашими ортопедами и тихаря продолжаю назначать. Я его назначаю еще, наверное, на пару недель, но обязательно как второй препарат, ни в коем случае не как первый. Первый имеет НПВС, а второй уже идет габапентин. Когда-то, давно, я как раз слушала, по-моему, это опять же Блавсава 17-го года, и мне кажется, даже сама же Лиза Родоста говорила о том, что есть проблема с назначением габапентина с владельцами у крупных собак, потому что габапентин дает вялость, и владельцы крупных собак предпочитают наличие боли, нежели чем вялость у этих крупных собак, потому что их приходится таскать чуть ли не на руках на улицу. Поэтому с габапентином у крупных пациентов нужно быть аккуратными и объяснять значимость этого препарата для владельцам, что он действительно нужен, и говорить о том, что давайте может быть снизим дозу или быть постоянно с ними на связи для того, чтобы принимать правильные решения, они его не отменяли. То есть скорее он мало повлияет на острую боль, но я всегда его назначаю с надеждой, что он не даст этой боли стать хронической, что тоже очень важно. А говоря о нереооперациях, там спина и теракальные всякие операции, то тоже габапентин оставляю на пару недель. Еще такой момент после ампутации. Тоже назначаю габапентин достаточно надолго, на 2-3 недели. Пациентам я всегда очень боюсь фантомных болей, нейропатии, фантомных болей у пациентов, поэтому по максимуму стараюсь назначать какие-то препараты, но в том числе и габапентин. Так. У нас еще габапентин после мастектомии для профилактики хронической боли. Да, назначаю. Габапентин обязательно назначаю, но опять вопрос в том, что могу ли его назначить на дом, смогут ли его владельцы купить, ну то есть это вот российское ограничение по препаратам, в последнее время меньше стало назначать, заменило его на амантодин, но мы сейчас на амантодин еще остановимся, ну мне кажется нужен. Спасибо за ответ. Еще один вопрос, вы не сталкивались с серотониновым синдромом при применении габапентин и тромодола? И опиоидов? Еще раз. И опиоидов в общем? Ну опиоидов нет, у серотонинового, точнее серотониновый синдром возможен при применении тромодолу собак, наверное с габапентином может быть, потому что габапентин непонятно как влияет также и на серотониновые рецепторы по описанию его фармакокинетики, вот поэтому возможен, я не встречалась, но чисто теоретически это может быть у собак. Спасибо. Здесь еще вопросик есть, маленьким собачкам тоям, йоркам как часто назначается габапентин? Стоит ли назначать, чем заменить? Да, назначаем, мы назначаем в премедикацию, на них это почему-то меньше оказывает действие, чем на крупных собак, например, мне нравится, как габапентин на лабрадоров оказывает действие, не знаю почему, но они прям такие становятся хорошие, успокоенные, на мелких хуже действует, все равно продолжаем назначать премедикацию, заменить на антидепрессант трозодон, мы сейчас о нем будем говорить, все-таки у собак, наверное, трозодон более эффективен, нежели чем габапентин. Спасибо. Да. Пока вопросов нет. Ага, спасибо, а то я здесь слегка начинаю засыпать, когда нет вопросов, привыкла, что они параллельно. Так, хорошо, переходим с вами к антидепрессантам, это тоже психотропы, тоже ими можно влиять на поведение, на психику, да, у людей, поэтому психотропы. Как мы их используем, да, с точки зрения анестезиолога, да, в анестезиологической практике? У антидепрессантов про их действие тимолептическое, что такое тима, это душа, настроение, лептоз, это вбирающий, втягивающий, да, очень такое поэтическое, тимолептическое действие, они могут действовать по-разному, это очень важно, поэтому нужно здесь, все-таки вам, наверное, дополнительно еще раз сосредоточиться и почитать литературу, можете фармакологию любую взять, современную, можете википедию, там очень хорошо все это, кстати, написано, и нужно понимать, что у антидепрессантов есть два основных типа воздействия, первое, они могут непосредственно действовать на рецепторы, а могут, могут влиять на уровень моноаминов в синаптической щели, могут по-разному, они могут ингибировать ферменты, обратный захват или разрушение моноаминов, и накапливаются они в большем количестве, а могут напрямую действовать на рецепторы, да, то есть, поэтому, вот именно из-за вот этих двух разных типов влияния меняется их классификация. Вот как классифицируются антидепрессанты. Звучит очень сложно, но тут опять главное сосредоточиться на как они действуют. В синаптической щели увеличивают количество моноамина или напрямую на рецепторы. Итак, трициклические антидепрессанты, ТЦА. Достаточно старые препараты, они не селективные блокаторы обратного захвата серотонина и норадреналина. То есть, они увеличивают количество норадреналина и серотонина в синаптической щели. Неселективные и тот, и другой. Поэтому, ну, то есть, мы получаем эффект. Это препарат, основной из них это амитрептилин, достаточно старый препарат, он требует накопления первое до нескольких недель, 2-3 недели. Во-вторых, у него есть еще два эффекта. Первый, не очень хороший, это антихолинергический эффект, он может действовать как атропин, усиливать частоту сердечных сокращений по ЧСС, поэтому это не очень, не всегда показан у кошек, например, с ГКМП. нужно быть аккуратными. И у него все-таки используем до сих пор его, реже, конечно, намного, чем раньше, но раньше один из основных его целей назначения это был какая-то некоторая аналитическая активность при хронической патологической боли. Вот, это, помните, мы говорили, да, что в серединке между тремя монаминами там был такой последний строчек был написан боль, да, то есть все-таки этими препаратами тоже можно косвенно, дополнительно контролировать хроническую патологическую боль. Другая группа, более современная, СИОЗС, да, вы очень будете часто видеть этого арабиатуры, это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, то есть если трициклические антидепрессанты не селективно ингибируют захват и серотонина, и нурадреналина, то у селективных СИОЗС, да, флоксетина, серотонина, все-таки тут только обратный захват серотонина. Что касается другой группы, это блокаторы МАО, блокаторы моноаминооксидазы, это фермент, который разрушает моноамины, есть селективные и есть неселективные, относятся селигилин, есть блокаторы моноаминовых рецепторов, это уже препараты, которые действуют напрямую на рецептор, это действует на серотонин, норадреналин, мертозапин, и только на серотонин действует, в большей степени действует транзадон. И есть еще мелатонинергические препараты, они блокируют селективно-серотониновый и стимулируют мелатониновые Сейчас мы обо всех препаратах поговорим. Это очень хорошая классификация, которая позволяет худо-бедно начать ориентироваться в антидепрессантах. Мне кажется, это самая сложная группа из всех. И здесь надо четко понимать классификацию, четко понимать моноаминоксидазы, рецепторы, обратный захват серотонина, блокады обратного захвата норадреналина, селективные, неселективные, блокады моноаминовых рецепторов. Вот это все нужно прям сесть и потратить один вечер до того, чтобы логически у вас в голове это уложилось, и разобрать это все в Википедии, например, посидеть. Не так уж это все и противно, можно, но это нужно один раз освоить, как, например, должны быть освоены обязательно альфа и бета-адренорецепторы. Их там тьма разных, ну, конечно, меньше, может попроще, чем антидепрессанты, но все равно надо альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, бета-3. Все это нужно понимать. Блокаторы, стимуляторы, так и здесь. Нужно с этим разобраться, уложить в голове, и тогда вы не будете путать, будете очень подкованы в применении препаратов. Итак, есть еще одна классификация, она все-таки более приближена к практике, все обычно ее запоминают, но я бы все-таки первую тоже рекомендовала очень вам сильно разобраться. Я когда глубоко разбираюсь, мне становится прям спокойно, я перестаю путать, я могу как-то более трезво ориентироваться в этих препаратах. Мне даже самой нравится вот это ощущение грамотности. Поэтому так. Но есть другая классификация, да, в приближенной действительности. Есть антидепрессанты-седачки, да, то есть которые дают этот антидепрессивный эффект, но успокаивают еще в добавок этот трозодон. Есть антидепрессанты с балансированного действия, они особо ничего такого не делают, сильно, да, не так сильно успокаивают, как трозодон, но они не стимулируют. Это серотролин и триптофан. А триптофан позже метаболизируется в серотонин. И есть антидепрессанты-стимуляторы, которые дают активность, дают ощущение энергии, да, это флуоксетин и мертозапин. Но опять у каждого из них есть еще дополнительные особенности. Давайте теперь по ним подробненько пробежимся. И поговорим. Амитриптилин. Да, старый, очень давний, трициклический антидепрессант, анксиолитик, седатив. Он влияет на серотониновые норадреналиновые рецепторы. Также он не селективно блокирует обратный захват серотонина норадреналина. У него есть эмхолинолитическая активность, как я уже сказала, у него тропиноподобный эффект. Побочный эффект у него характерный, вот эта сухость во рту и тахикардия. И две-три недели нужны для накопления. И у него есть ярко выраженный синдром отмены. Старый препарат просто-напросто, не очень хороший, но продолжает применяться при компульсивных расстройствах у собак, у КР, да. Ну, правильно все-таки, как мы уже говорили, КР, да, компульсивные просто расстройства. Долгое время он продолжал использоваться, да и сейчас используется при идиопатическом цистите кошек, при контроле нейропатии, в том числе и ФОПС, и различные органические повреждения мозга с изменением поведения. Помните, мы говорили о том, что экзогенные поведенческие нарушения, вызванные какой-то причиной, это могут быть как раз органические повреждения мозга. Там тоже раньше был показан аметрептилин. Сейчас его, правда, достаточно много, но минусы в огромных вот этих побочных эффектах, в неселективности и долгости накопления эффекта. Доза мы видим на слайде, да, что для собак доз достаточно высокие и могут применяться два раза в сутки аметрептилин. У кошек доза ниже и применяется один раз в сутки. Это стандарт, да, по дозам, да, особенно тех препаратов, которые метаболизируются в печени, да, то есть к этому просто нужно привыкнуть, что, ну, вот так. Теперь флоксетин. Более современный, но тоже адский старый, на самом деле. Он был создан в 1977 году. Потом ему потребовалось целых 10 лет, чтобы войти в практику. И самый известный флоксетин Прозак был выпущен компанией Лили в 1991 году. Основное назначение этого препарата – это все-таки ОКР. ОКР, ну, давайте КР, ну, просто привычнее аббревиатура ОКР, обсессивно, которых у нас не должно быть, компульсивные расстройства. Он обладает, он влияет на всю серотониновую систему, он обладает стимулирующим действием, то есть повышается активность, потому что он еще, наверное, все-таки влияет на норадреналин, повышает серотонин, повышает норадреналин. Он, поэтому действительно активность, пациенты на нем и люди, и животные могут худеть из-за того, что они действительно становятся очень активными, он может давать бессонницу. Иногда пациенты на нем могут забывать есть, анорексия. У людей он как раз используется для пациентов с нарушениями пищевого поведения и с булимиями. Что касается, сейчас что-то я хотела сказать, а, еще у людей очень он опасен, потому что он стимулирует к действию, да, то есть он опасен для людей, у которых есть скрытые или явные суицидальные наклонности. Он может провоцировать к активным действиям, к суициду, поэтому флуоксетин, его очень осторожно психиатры назначают только после хорошего обследования своих пациентов, то есть он не всем подходит. То же самое касается и наших пациентов, хотя флуоксетин вытеснил все-таки аминтрептилин, он более мягкий, но он может, к сожалению, у кошек вызывать, например, ту же самую анорексию. Вот, опять дозы. У кошек гораздо меньше, да, то есть вплоть до 6-8 раз меньше доза, чем у собак. У собак все равно это препарат, который назначается иногда 2 раза в сутки, иногда 1 раз в сутки. Доза абсолютно разная, так же, как у людей, да, кому-то маленькую дозу, кому-то дозу более высокую. Если мы говорим про пациентов с нарушенной почечной функцией, то дозу мы уменьшаем, ну, печеночную, соответственно, тоже. Сертралин. Сертралин – это все-таки более сбалансированный препарат. Он ингибитор обратного захвата серотонина. Он тоже был выпущен в 91-м году. Он прямой конкурент оказался Прозаку. И это препарат компании Pfizer. Считается, что сертралин из-за вот этой конкурентности с Прозаком, Залофт, да, Залофт, отодвинул очень много других очень важных препаратов. Но компания Pfizer все равно выпустила его, только потому, что он потенциально мог бы принести гораздо большую прибыль, чем все остальное, чем противообхолевые препараты и прочее. Вот. Но это все, конечно, может быть слухи, интриги, расследования. Очень много фирмов есть по поводу конкуренции Залофта и Прозака. Считается, что Залофт и Виагра, ну и Прозак, да, это три препарата, которые сделали весь фармакологический бизнес, да, потому что в определенном возрасте у людей никто не может обойтись без Прозака, Залофта или Залофта или Виагры, да, то есть поэтому действительно это монстры фармакологической промышленности. Все-таки считается, что, ну опять, понимаете, это очень два конкурирующих препарата, поэтому нужно смотреть, кто заказывал статью или кто заказывал исследование, и насколько говорить, что Залофт более лучший препарат, нежели чем Позак, ну это сложно сказать, все-таки тут нужно быть трезвыми, но все-таки сертралин, он более сбалансирован считается, чем флоксетин, он меньше влияет на мурадреналин, поэтому не дает такую бешеную активность. Кошек дозировка меньше, у собак дозировка больше, ну все то же самое, к этому мы уже начинаем, да, с вами привыкать. По трезодону мы с вами еще отдельно поговорим дополнительно, но это очень-очень важный препарат в нашей практике. И это другая группа, он ингибитор обратного захвата серотонина, то есть он увеличивает количество серотонина в синаптической щели, но при этом он еще и антагонист серотониновых рецепторов, у него двойное действие. У него эффект обратной бессонницы и тревожности, все-таки он успокаивающий, в основном это собаки, и он один из первых препаратов выбора для успокоения собак при медикации, да, трезодон. Ну, так как этот препарат, как и любые антидепрессанты, влияет на серотониновые рецепторы, он может давать тошноту. И очень частые жалобы у владельцев рвота, тошнота и рвота на применение ветрозодона, тогда нужно обязательно отменять. Ну, если бы исключили другие причины тошноты и рвоты, нужно исключать его из применения, что-то другое менять, но обычно тогда этим собакам просто не подходят антидепрессанты. Ну, подташнивание постоянное, ну, а трезодонное, я слышу эту жалобу от владельцев, чаще гораздо, нежели чем на другие антидепрессанты. Ну, по нему еще мы дополнительно после обеда поговорим, про ветеринарный препарат трезодон, он есть. А так, человеческий, это обычно третика. Ну, вот если для кошек, для успокоения в применикации, это губопентин, то для собак это все-таки по всем современным рекомендациям, это трезодон. Важный очень препарат мертозапин. Мертозапин или ремерон, это тоже антидепрессант. Он создан чуть-чуть, да, попозже, в 1994 году. Это тетрациклический антидепрессант. Он влияет на серотониново-норадыгнолиновые рецепторы. Он слабо купирует компульсивные расстройства, да, вроде бы та же группа, да, тоже влияет на те же рецепторы, но и получает другой эффект. Но при этом самый главный его эффект – это орексигенный. Никто не обладает таким эффектом, как мертозапин – стимулятор аппетита. Очень хороший, при этом он еще обладает успокаивающим эффектом, да, для кошек это очень важно – успокоить и простимулировать аппетит. Но тут очень важный момент, на котором мы опять тоже остановимся уже после обеда – это его применение. Мертозапин можно применять только при гипоорексии. То есть когда пациент ест, ну мало, нельзя применять мертозапин при анорексии полной, потому что при анорексии меняется метаболизм печени у кошек. Вы понимаете, да, о чем я говорю, о лепидозах и прочих нарушениях. И если сложный препарат для печени, который требует достаточно сложного метаболизма в печени, назначить при анорексии, когда печень сама уже плохо что-то метаболизирует, метаболизм печени может стать причиной ухудшения и развития липидоза. Поэтому будьте с этим очень аккуратны. Помните, что его только при сниженном аппетите, а не при полном его отсутствии. Кошкам мертозапин назначается каждые 72 часа, раз в трое суток. Иногда даже он назначается просто однократно. Это у него очень хороший эффект. Разовая, правильная доза. Обычно назначают 0,5 мг на килограмм. Ремерона однократно у пациента, у которого снижен аппетит. При этом какие-то высокоаттрактивные, но об этом мы еще поговорим. У собак дозы каждые 24 часа раз в сутки. У меня недавно был очень хороший случай с котом. Ко мне поступил кот. Это вообще целая история. Несколько лет назад, года, наверное, 3 назад, мы с Антоном Упшиным оперировали кота китайских студентов. Кот русский на самом деле, они его подобрали в Москве, но китайские студенты, тогда они еще не говорили по-русски вообще. Кота мы лечили, оперировали хилоторекс. И ко мне несколько месяцев, наверное, полтора назад обратилась та же хозяйка, но с другим котом. Хозяйка застряла в Китае. Она не смогла вернуться в пандемию в Россию. В России остались ее два кота. Тот кот, которого мы оперировали с Антоном, он жив-здоров, с ним все хорошо. И второй кот, который заболел. Второй кот кофе ко мне поступил с подозрением из другой клиники на инородное тело по УЗИ. Он поступил уже поздно вечером, исхудавший, с рвотой и прочее. И с очень таким подробным и вроде бы хорошим УЗИ из другой клиники. Это была моя ошибка. Я взяла этого кота уже вечером. У нас не было УЗИ, мы его взяли на диагностическую лапаротомию. Но лапаротомия по инороду. Но выяснилось, что там было нет. Увы. Но после операции стало понятно уже и на следующий день, да и в процессе ревизии брюшной полости стало понятно, что у нашего пациента панкреатит очень сильный, нарушена перистальтика кишечника. Ну вот так. И кота этот у нас где-то пару недель восстанавливался потихонечку. Мы боролись с панкреатитом, кормили его принудительно. Нет, даже не пару, наверное, неделю. И уже думали, что мы ему ставим. Потом стало понятно, что кот просто стрессует очень сильно. Я его перевела в другое место, где потише, поспокойнее. И уже стало понятно, что его нужно через несколько дней во что бы то ни стало отправлять в Китай. Обратно к своей хозяйке, потому что у них появилась кошка, и эти два кота должны были уезжать в Китай. И в этот момент я понимаю, что со стомой я ему не могу поставить стомы и отправить. Оставить я уже ему не могу. Я думаю, дай-ка я уже. Но он ест. Думаю, ладно. Так как я его кормлю принудительно, он вроде бы потребляет еду, у него панкреатит уходит, а липидоз у него не развился. Я ему назначаю разово мертозапин. Даю эту таблетку, говорю, ну, там, часть, да, 0,5 миллиграмм на килограмм. Даю назначение ассистентам на ночь. Ухожу домой, и на следующий день прихожу, кот ест за обе щеки просто. Он наворачивает все, что видит. Что вы думаете? Этот кот улетел в Китай, летел абсолютно идеально, в самолете не стрессовал и ел постоянно, прилетел в Китай, не стрессовал и ел, адаптировался очень быстро, у него вообще никаких не было проблем. Второй кот, который полетел на Габапентине, стрессовал и в дороге, в конце уже полета, потому что Габапентин закончил свое действие, прилетел в Китай, не ел, очень плохо адаптировался. И вот, хотя они очень изначально были похожи по своему состоянию, мертозапин на этого кота даже разовую дозу оказал вообще потрясающий эффект. То есть, ну это разовая доза и при гипорексии. Мы об этом прямо, правда, поговорим. Это очень такой интересный момент, что его нельзя назначать при анорексии. Так, переходим к другому группу препаратов. Это селегелин. Селегелин, есть ветеринарный селегелин. Аниприл в России, его, если не ошибаюсь, пока еще нет. Словечески это депринил. Очень известный антидепрессант. Это ингибитор моноаминоксидаза, тип B, это селективный. Он снижает разрушение аминов и усиливает их накопление в центральной нервной системе. То есть, есть разные варианты. Можно блокировать обратный захват, можно блокировать их разрушение. Вот как раз баллокатор МАО, да, это ингибитор МАО, это как раз снижает разрушение и препарат накапливается, и моноамин накапливается. Очень сильно он влияет на дофамин. Поэтому депринил используется у собак с когнитивными дисфункциями и гипофизарным гиперадренокротицизмом. Да, это вот такие состояния, которые требуют усиленного количества блефамина. Селегилен, правда, депринил, это такой препарат, вызывающий позитивное, поощрительное состояние и у людей в том числе. Ну вот, есть ветеринарные для собак, а не прием. Поэтому начинается с низкой дозы, потом увеличивается от 2 мг на кг в сутки. Данные по кошкам есть, но пока не разрешено официально. Что еще есть из психотропов, на что мы мало обращаем, наверное, изначально внимания? Есть так называемые атипичные трициклики. Есть препараты, которые обладают все равно трициклическим антидепрессивным эффектом. Например, ксанекс. Ксанекс, мы уже с ними с вами говорили, это сильный бензодиазепин, но при этом он еще обладает действием трициклического антидепрессанта. Очень интересно, да? Двойное такое, и уж покаивает, и повышает настроение. Поэтому так популярен ксанекс, в том числе из-за своего быстрого сейчас эффекта, надежного и такого отсроченного при длительном применении. Амантадин, Мидантан, да, или ПКМЕРЦ, это препарат достаточно, ну, уже не новый, несколько лет мы его применяем в практике, мне он очень нравится, каждый раз приходится объяснять владельцам, почему именно его. Это препарат, который в медицине используется для терапии пациентов с Паркинсоном. Он увеличивает количество дофамина в центральной нервной системе. именно, ну, тоже за счет действия как трициклик. Он еще обладает НМДА-активностью, поэтому мы его можем использовать как дополнительный анальгетик. Очень хороший препарат. У него, мне кажется, очень сильная его сторона использования у пациентов с кошек с идиопатическим циститом. Да, поэтому, мне кажется, очень у него такой серьезный момент, важный. У Монтадина, помним, дозы, что это 3-5 миллиграмм на килограмм один раз в сутки. Я его очень люблю. Мне кажется, очень безопасный. Он стимулирует аппетит, он повышает дофамин, он улучшает настроение у пациента, он обладает мягким обезболивающим эффектом. Я его обязательно назначаю кошкам после мастектомии, после ортопедии. При этом его можно с нарушением функции почек, его можно с гастритами назначать пациентам, которым мы ограниченно стараемся, НПВС. Можно в сочетании с НПВСами. То есть я его действительно очень люблю. У меня мой кот дома, который Эня, у которого 3 ампутации были, 3 ножек, у меня год принимала Монтадин, и это котик, у которого нет фантомных болей, нет нейропатии. То есть это кот, который не знает, что нужно быть еще 3 ноги. То есть очень позитивный. И когда он был маленький, он, наверное, в полуторамесячном возрасте получил эту травму, эти ампутации. Мы почти год принимали с НПВС. Я очень боялась его отменять. Я отменяла постепенно. Не знаю, насколько это было правильно, но это уже такая моя была паранойя. Есть еще препарат. Карбомазепин, фенлепсин. Он соединяет действия в свойства противосудорожного препарата. Это очень известный антиконвульсант. Трициклический антидепрессант и норморитмик. Ой, точнее, норморитмик, стабилизатор настроения. У собак есть доза по фенлепсину от 2 до 8 мг на 1 кг 3 раза в сутки. Вот так. Есть еще препарат мелатонин. Все вы его очень хорошо знаете как норморитмик, который нормализует процесс сна. Его нужно применять в темноте. Это важно. У собак есть дозы. И при этом мелатонин у собак назначают как успокаивающий препарат, повышающий сонливость и при фобиях и страхах. То есть это... Есть компания К9 его производит. Его можно купить на разных сайтах. Его возят в Россию. Мне кажется, это я на ebay вам фотографию, скриншот сделала. Стоимость его не такая дорогая. То есть он до 1000 рублей. Разные миллиграммовки. От 0,1 мг на килограмм 3 раза в сутки. Не связано с темнотой. То есть именно в таком ключе. И еще один препарат, который вы очень хорошо знаете, но я думаю, что не всегда его расцениваете как препарат психотропный. Это антиагонист в допаминовых рецепторах, антипролактиновый эффект. Это кабергалин. Кабергалин применяется у собак с ложной беременностью и агрессией, которая может возникать на фоне ложной беременности. И есть так называемая посткастрационная агрессия, связанная с повышением пролактина. У кобелей после кастрации может возникнуть повышение пролактина. И вот эта агрессия временная. Поэтому его можно назначать. Так, что еще? Есть очень хорошая статья ПСАВы 2008 года. Тритинг Кененен Феллин Энксити. Страх, да? Лечение, контроль. Страх у кошек и собак. Терапия и феромоны. Вот из этой статьи вам перечень препаратов с дозировками для собак и кошек. Мне очень нравятся эти дозы. Только, наверное, по ацпромазину я использую гораздо меньше. И только у собак, все-таки у кошек. Нет. Вот так. Вот, прозоландия, зепам, клонозепам, урозепам, амитрептилин, флуоксетин, пароксетин, сертралин, пропронолол. Не забывайте, тоже он обладает бусперион, селегелин, кобергалин, ацпромазин. И небольшое еще отступление по феромонам. Филевой. Филевой – это единственные феромоны, которые рекомендованы официально. То есть есть рекомендации разных авторитетных изданий, врачей, научной публикации. Что такое филевой? Филевой, ну, так же, как и адаптил для собак, это синтетический аналог… Филевой, да, сейчас про филевой. Синтетический аналог лицевого феромона кошек. Он не обладает, он не метаболизируется, у него нет системного действия, у него нет седативного эффекта, у него нет противопоказаний, он не действует перекрестно на другие виды, да, он видоспецифичный. Это синтетический аналог лицевого феромона кошек. Много статей разных, например, он доказанно помогает кошкам на всех этапах посещения ветеринарной клиники. Он не может решить все проблемы, но очень важно то, что он помогает, он помогает все-таки снизить до 30% стресса. К сожалению, пока в России пока нет спрея филевой, есть только адаптер, да, в розетку вот этот вот, который как противокомаринное средство, забыла, как называются. Да, спрей, конечно, действует гораздо быстрее, но с ним были небольшие проблемы, возможно, в этом году их компания СЕВА сможет решить, потому что он действует прям, он брызгается в переноску, брызгается в клетку, и через 20 минут у кошек все-таки обладает, у кошек снижается уровень стресса. Так, ну тут разные, разные публикации по подиспользованию, сравнение использования филевея и плацебо при транспортировке, при взятии крови. Очень важно, что успокаивает, ну, кошки становятся более податливыми квиннипулцией, нежели чем плацебо. Мы его используем, я его использую в клинике, где работаем в Калибре, у меня он дома, и я прям дома замечаю все равно, что кошки мои, вот у меня есть кот, который плохо, мягко, плохо, конечно, но воспринимает старший кот, младшего кота, они не дерутся, они не конфликтуют открыто, но все-таки есть какие-то небольшие такие напряженности в отношениях, и филевея помогает очень сильно. При этом, самое интересное, что у меня кошки, когда я ставлю филевея в розетку, загоняют все свои переноски, все свои лежанки под филеве, и все тусят там вместе, все впятером, обязательно под этой розеткой, и прям это заметно очень. Если нет в России филевея спрея, я, мне кажется, работает, я беру флакон от диффузора, диффузор это называется, открываем, снимаем очень аккуратно крышку, на ватку, или на поверхность капаем, но должна быть теплая поверхность, чтобы он правильно испарялся, вот, ну, либо заказываем в Америке, в Европе спреи, это очень клево. А по поводу адаптила, это тоже синтетический феромон, но для собак, он улучшает кормление, там есть данные о том, что мамочки дольше сохраняют контакт с малышами, и дольше кормят их в лежачем положении, а не стоя, потому что, ну, там, до 21 дня, и потом уже, ну, где-то с 7 дня мамашкам доедают дети, они начинают стоя их кормить, не лежат, у них снижается уровень контакта, а вот как раз адаптил помогает это сохранить. Вот. Когда еще полезны феромоны, то есть это тоже, наверное, как-то косвенно можно отнести к психотропам, потому что они помогают в адаптации, и я столкнулась с тем, что мне нравится, как они помогают пациентам адаптироваться к новым условиям после тяжелой нейрореанимации и кома длительных, когда они заново начинают учиться воспринимать внешний мир, и мне кажется, как раз, что феромоны в этом случае очень помогают. Ну вот, я по, в основном, по психотропам пока все, мы с вами продолжим после обеда, поговорим еще про анорексию чуть-чуть кошек, почему, мы как сказали, мертозапин нельзя применять при полной анорексии, только гиперексии, и еще вам чуть-чуть напомню про трозодон ветеринарный. Вот, так что я все. Снежана, к вам есть несколько вопросов. Да. Так, вопрос первый. Секунду. Можно ли при диапатическом цистите назначать габапентин? Мне кажется, да, но если эффекта нет, его надо менять на антидепрессант или амантодин. Спасибо. Ищут ли амантодин и габапентин в назначениях дозы меньше? Нет, я обычно назначаю в тех же, 10 мг где-то на килограмм габапентина и 3-5 мг на килограмм амантодина. Они мало пересекаются. Можно ли использовать собакам трозодон и в какой дозе при медикацию? Как мы уже говорили, да, там были дозы от 5 до 10. Тут даже где-то в назначениях увидела до 15 мг на килограмм при медикации. Хорошо, спасибо. А в каких дозировках можно назначать габапентин после операции и прочих оперативных вмешательствах и какая кратность? В каких дозировках можно назначать габапентин после ортопедии и прочих оперативных вмешательствах? Ага. Кратность. У собак 3 раза в сутки, у кошек 2 раза в сутки, у собак до 15 мг на килограмм, от 10-15 у кошек 5-10 мг на килограмм. Ну, где-то так. Так, так. Можно ли назначать мизотропин, мертозапин, да, при хронической болезни почек кошки? Можно. Ну, опять, если она ест и у нее нет нарушения тяжелой функции печени, его назначают как раз кошкам с ХБП с гипорексией. Вот им, да. Но не с анорексией ни в коем случае. Что можете сказать об использовании кошачьей мят в условиях стационара? Как вам сказать, наверное, можно использовать. Я кошкам в стационаре покупаю игрушки с мятой. Не все их воспринимают хорошо, у кого-то они ничего не вызывают, никаких эмоций, у кого-то положительные, у кого-то отрицательные, но, мне кажется, хуже от них не будет. Но эффект особого тоже, мне кажется, ждать не стоит. Угу. Спасибо. Угу. Вопросов больше не вижу. Сейчас я посмотрю еще в одном чате. Ага. Сейчас, сейчас. Вот. Какие успокоительные можно использовать для пожилой кошки с ХБП и синдромом большой и малой почки? И в каких дозах? Очень нужно аккуратно быть с габапентином. Очень не лучший вариант, мне кажется. Хотя можно раз в неделю назначать. Либо очень-очень-очень снизить дозу до 10 мг на всю кошку габапентин. Феромоны, мне кажется, очень хорошо работают у них. И это очень безопасно для них. Монтадин, наверное, все-таки можно на 5 дозу поменьше и может быть через день. Спасибо. Еще вопрос. Вопросов много. Если на трозодон отмечается тошнота, то можно ли ее купировать с сиреней и не отменить препарат? Я бы не стала. Все-таки его нужно отменять. Тошнота очень неприятная. Она иногда сохраняется некоторое время после отмены. Поэтому я бы отменяла. Хотя можно попробовать, наверное, все-таки латран какой-нибудь. Можно с сиреней, но очень дорого тогда получается. Просто космически дорого. Спасибо. На длительные сроки кратность приема габапентина сохраняем такую же? Надо пациента смотреть. Прямо это очень зависит от пациента. Поэтому нужно быть обязательно на связи с владельцами постоянно. Но первую неделю такую же, а дальше точно надо что-то решать. Либо снижать кратность. Ну, прямо именно здесь прям это очень индивидуально зависит от пациента. Какие противопоказания к применению трозодона? Ой, ну, таких прям, чтобы совсем, наверное, анорексия точно у кошка, собак, тяжелые заболевания печени, наверное, относительно это заболевание почек. Противопоказания это еще другой прием что-то похожего из серотонинового ряда. Ну, вот, мне кажется, вот так. Из-за таких серьезных противопоказаний. Спасибо. Здравствуйте. Есть ли личная практика по применению амантодина и габапентина лошадя? Ой, нет, вообще нет, ни того, ни другого. Ничего сказать не могу. Так, еще один вопрос. Что лучше использовать агрессивной собаке с гипорексией? Ого, трозодон, наверное, или мертозапин. Мертозапин можно попробовать, кстати говоря, но это анорексия. С гипорексией. А, с гипорексией, тогда да, мертозапин можно, мне кажется, попробовать. Хорошо, спасибо. Вопрос не по теме. Сиренья дает ли анальгезию? Я знаю, да, эти вопросы. Да, дает. Конечно, нельзя ее ни в коем случае относить к основным препаратам обезболивания. Еще нужно понимать, что она обезболивает. Но в медицине есть очень хорошее исследование по людям, которые, онкопациенты, которые принимали, сейчас скажу, как он называется, апрепетант. Это аналог с той же группы, как маррепетант, сирене, применяли для купирования тошноты при приеме опиоидов. Было замечено, что у этих пациентов требуется меньше количества опиоидов для купирования боли. поэтому с точки зрения блокады субстанции П, которая является медиатором боли, сирене должна работать. Мне кажется, что у нее дополнительный аналогический эффект в протоколах есть. Особенно это кишечник, полые органы. Ну, вот так. Так, еще вопросик. Трозодон, противопоказания по инструкции сердечно-сосудистой недостаточности? Ну, как у всех антидепрессантов, но это, мне кажется, только на очень тяжелых стадиях. И там, где не нужна даже минимальная тахикардия, у них могут быть от серотонинового вот этого криза или повышение серотонина, но у адреналина может быть тахикардия. Поэтому, да, аккуратно, наверное, все-таки у кошек с ГКМП в тяжелой форме. Так, спасибо. И еще один вопросик вижу. Можете сказать что-то об эффективности тромодола для собак? Видела данные о его неэффективности данному виду животных? Да, да. У тромодола собак больше как раз действует как антидепрессант, а не как опиоид. Но у некоторых собак выборочно, это даже не зависит от породы, это зависит от индивидуальных очень особенностей, он может обладать легким опиоидным эффектом. Поэтому, как основной, ну вот у кошек это опиоид все-таки, потому что есть там метаболит М1, да, который действует как опиоид. У собаки надеются, что тромодол будет работать как опиоид, и все-таки не стоит. Я бы его в основные протоколы не включала. Мне кажется, у собак достаточно сильнее в центральной нервной системе действует анальгин, нежели чем тромодол. Но у них он повышает серотонин, поэтому тромодолу собак нельзя сочетать с антидепрессантами. Спасибо. Так, ну что, вопросов больше не вижу. Давайте тогда сделаем перерыв до 14 часов по Москве и Минску. Мы проживаемся, обедаем и возвращаемся. 14 часов мы возвращаемся. Да? Снова. Да, все, спасибо большое. Спасибо. 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 Надеюсь, что все хорошо слышно и видно. Отпишитесь, пожалуйста, кто-нибудь в чат, видно ли картинку и есть ли звук у всех. Все хорошо. Есть. Спасибо. Еще раз поприветствую всех на школе Хиллс на среде анестезиологии. Еще раз представлюсь. Я Дарья Москвичева, ветеринарный консультант компании Хиллс. Хотелось бы сделать небольшой обзор нашей долгожданной новинки. Как мы знаем, аллергии очень часто доставляют мозг проблем. Основная из них зуд. Ну и, соответственно, в результате зуда у собаки беспокойный сон, может быть, нервозность, плохой аппетит. И в Хиллс мы стремимся помочь животным и их владельцам оставить зуд в прошлом, используя силу питания. Хиллс Прескрипшн Дайд Дермкомплит произведет такую революцию в том, как мы заботимся о здоровье собак с термотологическими проблемами. Итак, вообще очень часто к нам в клинику приходят пациенты с проблемами кожи. По статистике такие пациенты составляют около 40% от всех визитов в клинику. И в большинстве случаев более 90% проблем с кожей не вызваны пищевой аллергией. К примеру, если мы видим 10% зудящих аллергичных собак в течение недели, это означает, что пищевая аллергия может быть только у одной из них. Атопический термотит собак, как мы знаем, это генетически обусловленные воспалительные аллергические заболевания кожи, сопровождаются зудом, характерными клиническими признаками, связаны с наличием антителы моноглобулин Е, которые образуются на аллергены и загружающей среды. Что же с остальными? Так мы с вами знаем про атопический дерматит, при этом не все собаки атопики имеют аллерген специфичный моноглобулин Е, но вообще первичным клиническим признаком атопического терматита, как мы все знаем, с чем к нам в клинику приходит, это зуд, ну и другие признаки, эритема, аллопеция, экстриации, сепария, атип, телехинизация, вторичные какие-то бактериальные грибковые инфекции. И поэтому вот при таких моментах очень важно во-первых знать патогенез, вообще какая патофизиология атопиль собак. Чтобы четко понять, давайте рассмотрим здоровый кожный барьер, вот внешняя часть эпидермиса, она известна как роговой слой, относительно водонепроницаема, и будучи неповрежденной, предотвращает впадание в организм, как мы знаем, большинство бактерий, вирусов, ну это такой кожный барьер, вот, бактерии, вирусов, потенциальных аллергенов, расположение корнеоцитов и вот этих сам меж корнеоцитарных липидов можно сравнить с такой кирпичной кладкой на растворе, липидов раствор, соответственно корнеоцит, это кирпичики, и создается такой структурный барьер, который предотвращает через кожную потери воды, проникновение патогенов, химических веществ и так далее, этот слой эпидермиса, он плотно регулирует движение воды в кожу и из нее, и имеет такое решающее значение в предотвращении потери организма воды, процесс как раз когда начинается сушение в этом слое эпидермиса, он позволяет как раз непрерывно вытеснять патогенные микроорганизмы и в дополнение к этим физическим барьерам для инфекции керноциты, керосиноциты, они играют важную вообще иммунную функцию. так вот у собак с атопическим дерматитом как раз вот этот наружный нарушенный кожный барьер, его можно сравнить с такой необработанной древесиной. Обратите внимание, если у нас допустим обработанная древесина, чем-то там промазанная, у нее есть свойства, тут вот увидите, как воду отталкивает, то есть не проникают через этот барьер никакие патогены. Необработанная же древесина, она не является таким барьером. То есть функция кожная барьера с измененным иммунным ответом. И так поэтому при постоянном и повторном воздействии вот этих аллергенов атопический дерматит может превратиться в такой порочный круг. Так вот собаки с атопическим дерматитом они имеют дефектный кожный барьер, из-за чего аллергены как раз проникают в более глубокие слои кожи и возникает сенсибилизация. Когда собака снова-снова подвергается воздействию данных аллергенов каких-либо, возникает воспаление, возникает все, что мы видим на собаке, и как раз это приводит к расчесывам, к дальнейшему повреждению, хроническим уже каким-то изменениям в кожу, в кожном покрове. Этот процесс идет заново-заново и набирает обороты. Плюс в этот поврежденный кожный барьер начинают прилипать какие-то бактерии, грибы и все прочее. Это уже идет вторичная проблема. но и мы с вами помним, что вообще диагноз атопии это диагноз исключения, диагностика занимает достаточно много времени. Ну, то есть мы исключаем аллергию на блох, поиск кожных инфекций, бактериями, грибками. Ну, и теперь как мы понимаем, атопии вообще это очень сложное состояние и при атопическом дерматите собаки подвергаются более высокому риску развития неблагоприятных пищевых реакций. а как мы тоже с вами знаем, симптомы пищевой аллергии, симптомы атопии, они очень схожи. Это те же самые отеки, зуб, зуд, атиты и так далее. Так вот, начало плана питания обычно начинается с более позднего в клинику, после того, как эти диагностические все процедуры были завершены. И хотя мы знаем, адаптический дерматит является вероятной причиной, питание, оно помогает справиться с этими случаями, действительно, должно начинаться как раз именно с первого визита. Но мы знаем, что питание это необъемлемая часть вот этой модальной терапии атопического дерматита. Ну и, конечно же, это какие-то назначения каких-либо медикаментов, препаратов медицинного действия, аллерген специфическая терапия идет в ход. Но есть один момент, когда животное страдает кожным зудом, эктопаразиты мы исключили. Вообще нелегко определить, есть ли у него аллергия на компоненты окружающей среды или пищевая аллергия. это такой тщательный процесс диагностики, является достаточно длительным, он является достаточно дорогостоящим для владельцев и, ну, соответственно, устранение зуду у питомцев происходит не сразу, хотя владелец очень хочет, что он пришел к ветеринарному врачу и сразу у него собака поправилась и выздоровел. Конечно, такого, как мы знаем, не бывает, но он желает все-таки, чтобы эффект был как можно быстрее. Ну, когда такого не случается, часть владельцев разочаровываются, они чувствуют себя виноватыми из-за того, что их собака страдает, они теряют доверие к врачу, они начинают какие-либо, заходят в интернет, начинают там что-то искать, какие-то быстрые решения. И как вообще мы можем помочь таким владельцам их животным в данной ситуации? Да, перелеснул слайд. Да, вот он владелец грустный сидит с собакой и думает, что же ему все-таки делать. В течение четырех лет ученые Хилл завершили три клинических исследования по всему миру и нашли способ поддержать два основных состояния кожи у собак с помощью одного единственного рациона. Нашли одно решение. Теперь у нас есть рацион Дермакомплит и нам не нужно ждать, чтобы начинать лечить собаку, потому что Дермакомплит подходит для двух причин зуду собак. Это и аллергия на компоненты окружающей среды и пищевая аллергия. Это рацион первого выбора для собак страдающих зудом. Как я уже сказала, и при атопии, и при атопическом дерматите, и при пищевой аллергии пока еще даже не установлен первый диагноз. Дермакомплит помогает поддержать здоровье благодаря инновационной формуле с биоактивными веществами, фитонутриентами. Здесь будет новый источник белка, а также большое количество содержания амег-тремиакши жирнокислот как раз для поддержания здоровья и кожного барьера, ну и соответственно против потенциальных аллергенов окружающей среды. Сейчас посмотрим поподробнее что же это за белок такой. Здесь мы видим новый источник белка это яйцо. Как мы с вами знаем это очень высококачественный белок из всех животных белков. Он обладает полезными свойствами для и системы. Он сокращает продолжительность аллергических реакций обладает доказанной способностью как раз таки ослаблять воспалительную реакцию и у собак аллергия вообще только у 0,4% собак с заболеванием кожи вызывать аллергическую реакцию может именно куриное яйцо. То есть если сказать иначе это значит что диетический рацион термкомплит подходит для 99 6 процентов собак с аллергией. Что же особенного вообще в рационе термкомплит? Если вы помните у нас есть опцион термодефенс с комплексом гистогард вот в новом рационе термкомплит также есть этот комплекс который в который входят цельное яйцо полифенолы и антиоксиданты и витамины а цельн что очень важно источники антиоксидантов полифенолов как мы с вами помним фрукты овощи зеленый чай они как раз помогают стабилизировать точные клетки снижают высвобождение цитокинов гистамина и так далее и в дополнение комплексу гистогард также был разработан термокомплекс с использованием ключевых витаминов минералов для поддержания здорового кожного барьера включает в себя оптимальные уровни омега-6 и омега-3 жирных кислот вообще омега-6 жирные кислоты они играют очень важную роль в регуляции здоровой пролиферации эпидермиса одной из важнейших функций вообще незаменимых жирных кислот связанных с кожей является включение линолевой кислоты в липидную часть эпидермиса это очень важный барьер для предотвращения через сложные потери воды ну соответственно и других питательных веществ также очень важно эссенциальные жирные кислоты здесь низкое соотношение омега-6 к омега-3 жирных кислот в рационе и как раз это очень важно для уменьшения воспаления кожи какие ключевые преимущества дермокомплит здесь ну как мы видим да ограниченная аллергенность здесь снижение воспалительного ответа здесь восстановление кожного барьера здоровья поддержание здоровья кожи и шерсти за счет омега-3 и омега-6 жировых кислот витаминов минералов цинка и меди здесь ограниченная аллергенность за счет чего здесь минимальное число ингредиентов то есть единственный животный белок это яйцо источник углеводов это рис ну и соответственно мы снижаем воспалительный ответ за счет комплекса гистогард еще раз повторюсь омега-3 жирных кислот как мы помним они и оказывают такое обезболивающее противовоспалительное действие то есть это тоже очень важно ну и соответственно восстановление кожного барьера идет за счет омега-6 жирных кислот витамин 2pb акции и цинка какие же основные указания к применению ну это атопический дерматит аллергии на компоненты окружающей среды это какие-то побочные пищевые реакции элеменционная диета блошиный аллергический дерматит да, наверное, очень часто блошиный дерматит все-таки встречаются когда у животного блох уже вывели у животного, животного блох нет а животное все равно реагирует на вот эти вот на оставшуюся блошеную слюну наружный отит хронический, когда бывает это зудящий дерматит различные ну и поддержание здоровья кожи при вторичных инфекциях и других дерматозах в США и Британии были проведены исследования на предмет атопии и на пищевую аллергию и в рамках исследования учитывались оценки состояния собак как от ветеринарных специалистов, так и от владельцев ну, соответственно, объективные оценки поведения собак при гуде ну и обратите внимание, что видимое заживление кожи всего за 21 день у собак с пищевой аллергией ни у одной собаки не было рецидивов симптомов дерматологического заболевания более 90% собак успешно перешли на термокомплект и 82% владельцев сообщили об уменьшении зуда это очень важно, это очень хороший показатель ну и теперь, возможно, с самого первого посещения ветеринарного специалиста мы уже можем помочь нашим питомцам что позволяет как раз сохранить и уверенность в нашей способности облегчить страдания питомцев и уже на первом приеме до установления точного диагноза какой же ассортимент, что мы можем предложить и каким собакам этим вопросом у нас очень многие задавались обратите внимание, есть он будет для собачек мелких пород в фасольке 1,5-6 кг для собак средних пород 2 кг и 12 кг ну и, конечно же, здесь будет влажная форма 3,70 г теперь у нас в линейке диет Хилл появился золотой стандарт питания при аллергии но не стоит забывать о том, что у нас есть и диеты Гермадефенс который идет для пациентов с статическим дерматитом и ЗДД, ЗДД-мини в том числе поддерживает как раз здоровье кожи при пищевой аллергии поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта за счет гидролизованного белка есть и ДД с лососем и с уткой которые содержат альтернативный источник белка опять же для пациентов с пищевой аллергией с пищевой гиперчувствительностью поэтому не забывайте, пожалуйста, про наши другие рационы ну и сейчас попробую поставить видео я надеюсь, оно у всех пойдет немножечко расслабимся, посмотрим с пищевой аллергии и с пищевой аллергии вот такое интересное видео про новинку и еще один момент я хочу напомнить про такую замечательную и удобную штуку от Heels как чат-бот Валерия если вдруг кто-то про это не слышал на самом деле очень удобен чат-бот тем что можно зарегистрироваться и через QR-код и можно по данному номеру телефона, который указан на слайде регистрация очень простая очень понятная чат-бот задает вам вопросы никакие, ничего там сложного нет то есть регистрация занимает порядка двух минут вы на эти вопросы отвечаете отправляете подтверждение код подтверждения, который пришел к вам на почту и можете общаться с данным чат-ботом это не просто сбор персональных данных для централизованной рассылки на вашу почту о мероприятиях, которые проходят в России и в Республике Беларусь это еще и ваш онлайн-помощник то есть что это такое вы можете задать вопрос, который вас интересует написать в чат с Валерией на первых шагах у нас обрабатывает это скажем так робот а далее уже отправляет онлайн команде консультантов Хиллз и с вами уже общается реальный живой человек то есть не робот на ваши вопросы отвечают ну естественно эти вопросы, которые касаются наших рационов какого-то применения что можно чем заменить или любые вопросы никакого спама этот чат-бот не рассылает он не будет естественно отвлекать вас от работы этими всеми звонками и оповещениями это просто идет рассылка на вашу почту если вдруг у нас какие-то мероприятия намечаются вы будете всегда в курсе последних событий поэтому очень рекомендую вам зарегистрироваться в данном чат-боте это очень удобная штука у меня все если есть какие-то вопросы пишите их в чат и сейчас я передам тогда слово снижание Снежана вы с нами? Снежана так секундочку ждем сейчас у нас снижана появится снижание снижана Пока мы ждем Снежану, коллеги, хочу напомнить, что ссылка на сертификаты будет опубликована в соцсетях ВКонтакте и на Фейсбуке, а также будет продублирована в наш чат с 17 до 18 часов. Сейчас буквально 5 минут подождем и Снежану к нам присоединится. Спасибо. Так что можете увидеть ее там. Так. Мы хотели с вами, знаете, что еще обсудить? Мы хотели обсудить трозодон ветеринарный. Так. Сейчас я вам его покажу. Так, надеюсь, вам видно. Это никакая не реклама сайта ни в коем случае. Значит, смотрите, это называется Экспресс Успокаин. Это трозодон, таблетки ветеринарные. Ну вот, в этом плане это очень хорошо, потому что это упрощает гораздо закупку этого препарата, потому что сейчас в аптеках он уже не продается, в человеческих аптеках не продается по нашим ветеринарным рецептам, но никак. Да, то есть, очень повезет, если можно будет его купить. Вот, появился ветеринарный, это очень хорошо. Также я продолжаю ждать и надеяться, что получится сделать ветеринарный габабентин. Это тоже нам очень сильно все облегчит в работе. Вот, так что там с инструкцией для владельцев он так и написан, что единственный на российском рынке успокоительный препарат для быстрого и эффективного решения поведенческих проблем. Ну, конечно, это все чуть-чуть преувеличено, что он единственный, хотя российский рынок, возможно. Оригинально запатентованная разработка. Понимаете? Ну, в общем, вот. Так что, можно пробовать. Ничего не могу сказать по качеству по сравнению с медицинским, но вот он есть. И если просто в поисковике в гугле напишите «тразодонвет», вам выйдет сразу там ссылки на него, и можете его посмотреть. Поэтому вот так. Так, теперь. Сейчас, секундочку, коллеги. Еще кое-что, что я вам обещала рассказать по поводу он. Так. Ой, куда-то все делось. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мертозапин – это одно из средств, но ни в коем случае не первое. Все вы хорошо знаете, что анорексия – это не диагноз, это синдром. Это нам что-то она показывает, говорит о каком-то заболевании. Гипорексия и анорексия могут быть... То есть это частично или полное снижение аппетита, и они могут быть либо истинными, либо псевдоанорексией. Истинная анорексия делится на первичную и вторичную. И там разные причины абсолютно. Например, при первичной это может быть какая-то травма или какая-то неврологическая патология. Или, ну, то есть вплоть до того, что это может быть какое-то вирусное или онкозаболевание, которое влияет на центр аппетита в гипоталамусе. Это первичная. Анасмия, когда кошке с рождения, например, или собаке, а кошкам особенно важен запах еды, то есть они ее не чувствуют. Вторичная, когда различные системные заболевания, когда просто там болит рот, болит желудок, болит поджелудочная, разные неоплазии, химиотерапии, применение опиоидов, когда вызывается тошнота, заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Кошкам, например, они отказываются от еды, когда у них заложен нос или когда у них какие-то пневмонии или что-то еще, потому что отек легких в любой стадии, потому что им тяжело дышать, а если кошка не дышит, она не будет кушать. А верхние дыхательные пути, например, при вирусных инфекциях, это еще и, опять же, нарушение запахов. Есть псевдоанорексия, когда аппетит есть, но нет возможности принимать пищу. Это первое. И второе, это просто невкусно. Сами знаете, что с кошками это очень частая проблема, что им реально просто невкусно. И я не буду. И вот ты устраиваешь шведский пол, обычно на полу же, не стол, а шведский пол, и, соответственно, предлагаешь разные варианты. Это очень важно для кошек, поэтому всегда нужно спрашивать, чем они питались дома, чтобы также их кормить. Возможно, предлагать им варианты для кормления в стационаре. Анорексия – это очень страшно, особенно для кошек. Они не справляются с длительным голоданием. Питание – это энергия. Раз, это очень важно. Даже для банальных, вроде кажущихся процессов жизнедеятельности, как дыхание. Например, пациент, который плохо кушает, у которого нет энергии, и с большей вероятностью очень неадекватно будет дышать во время наркоза, например. Потому что дыхание – это действительно очень энергозатратный процесс. У людей доказано, что повышается морбидность и мортальность у пациентов, которые голодают. Теперь, энергетическая задача, как я уже сказала, есть барьерная задача. Очень важно, чтобы в кишечник что-то попадала, еда какая-то. Почему пароэнтеральное питание – это не идеальный вариант по вене? Потому что, если стоит кишечник, в процессе вот этой остановки у него нарушается эпителий. Эпителий, он теряет барьерную функцию, и через стенку кишечника происходит транслокация бактерий, которые находятся в кишечнике, они начинают потихонечку попадать в кровь. Они на самом деле нормальные, они не страшные, но когда они в кишечнике, когда они оказываются в крови, они могут уже для организма быть очень и очень опасными. Особенно если у данного пациента есть еще, например, черепно-мозговая травма с нарушением гематоэнцефалического барьера. Тогда бактерии из кишечника могут напрямую убежать, например, и в центральную нервную систему, что очень плохо. Ну и, соответственно, еще такой неприятный момент – голодная рвота или рефлюксы изофагиты. Они тоже свойственны кошкам. И голодная рвота кошек может спровоцировать, например, структуру пищевода в будущем. Поэтому очень важно нам наших пациентов кормить всегда. У людей очень хорошая есть статистика, уже есть поновее, но у меня здесь указано, СП 2006 года. Еще на тот момент уже у людей было понимание о том, что при хорошей нутритивной поддержке сокращается число пневмонии, раневых инфекций, видите, какая статистика высокая. Сроки пребывания орит, расход препаратов крови. Это очень важно у людей, потому что у людей переливание крови все равно расценится как донорство органа. И снижение летальности до 15%, травм в том числе, если пациент рано начинает кушать. Это очень важно. Если мы говорим про то, что делать, всегда нужно искать компромисс. Когда у вас есть пациент с анорексией, очень важно не зацикливаться на его кормлении без поиска причины или бесконечно искать причину без его кормления. Нужно сочетать и то, и другое. Нужно пациента обязательно начать кормить, но при этом еще и искать причину, почему он не кушает. Это важно. Когда мы начинаем с вами активные действия какие-то проводить по кормлению? Первое. Когда вес теряет наш пациент на 10%. Это очень важно, это очень немного, но это действительно значительно для организма. Когда потребление корма снижается на 25%, пациент начинает на четверть уже есть меньше, и нужно уже что-то принимать, какие-то активные, более активные действия для того, чтобы он кушал нормально. Везде, во всех справочниках указано 3 дня полной анорексии, но мне кажется, для кошек это многовато. 72 часа это уже прям очень большой срок, это мне кажется, уже тогда точно липидос разовьется, бывает и 12 часов, и начинает развиваться. Ну, наверное, 3 дня полной анорексии, это такое прям 100% для котят маленьких. И здесь почему все время кошки? Потому что действительно анорексия – это проблема кошачьей в основном. Котята, конечно же, не более 24 часов, а если это котята маленькие, то и то меньше. И обязательно нужно привлекать какие-то принудительные методы кормления, когда у пациента есть потеря, потеря белка и жидкости, ожоги, тяжелое воспаление и большая хирургия травмы. Это очень важно. Теперь, нам нужно с вами изначально пересчитать энергию, подобрать диету в зависимости от заболевания, выбрать метод кормления и еще спросить кошку вообще, что она об этом думает, потому что это не так уж и просто. Мне кажется, человека легче накормить, чем кошку. Обязательно нужно пациентов взвешивать, чтобы понимать, что они прибавляют вес, при этом нужно учитывать инфузионную терапию, она тоже может прибавлять вес, если пациент дегидратированный, вы восстанавливаете у него водный баланс. И обязательно body condition score, то есть проверять плотность тела. Все вы знаете, это 5 уровней и терпения. Конечно, с кошками очень нужно много терпения, вы сами не должны нервничать, не должны ни в коем случае злиться, потому что кошки это очень быстро на себя переводят и тоже ухудшается еще больше ситуация с голодом и с анорексией, гиперексией. Теперь сколько кормить? Обязательно нужно смотреть, врач не смотрит на рекомендации на банке, это для владельцев, врач смотрит на калорийность, он подсчитывает килокалории для своего пациента, причем вес он должен учитывать не текущий, а какой он хочет, то есть какой он планирует, какой должен быть вес. И посмотреть ту калорийность, которая будет на банке у каждого корма. И таким образом потихонечку восстанавливать до полной нормы, не сразу, день, два, три, потихонечку нужно переходить в нужный объем, нужную калорийность. Чем мы кормим? У большинства коммерческих ветеринарных диет, те, которые относятся к восстановительным диетам, как, например, АД, у них обычно где-то одна килокалория, одна полтора на один миллилитр. То есть очень удобно, один грамм, одна килокалория где-то. Вот я примерно так считаю. АД подходит как для принудительного кормления шприца, так и для стом. Единственное, что, скорее всего, через зонт будет очень сложно кормить, маленький, там 5-6 френчей, НАЗА, но мы уже больше сосредоточимся все-таки на стомах. Если мы говорим про АД, у АД есть огромное преимущество, очень классное, очень важное. Это тиксотропность, тиксотропия самого корма. Тиксотропность есть, например, у строительных смесей. Что такое тиксотропность? Это там от греческого прикосновение изменения, способность субстанции уменьшать вязкость от механического воздействия и увеличения вязкости в состоянии покоя. То есть корм, АД, густой, когда вы его не трогаете, как только вы его начинаете ложкой разбивать, он без воды, он становится более жидкий. Это называется тиксотропность, и этот эффект есть только у АД. Это очень круто, не нужно разводить с водой, потому что с водой вы увеличиваете объем, ну и, соответственно, уменьшаете калорийность. И иногда это создает действительно проблемы в кормлении. Это очень важно, вот эта тиксотропия, я действительно ее очень уважаю, очень люблю. У строительных, видите, смесей есть тоже такое свойство. Что касается других вариантов, есть питательные смеси для зондов ИСТОМ, но тут очень важный момент, что у них кислотность не совсем соответствует ЖКТ кошек. И мы недавно столкнулись с случаем, когда кошку перевели в стационаре на как раз какую-то из смесей вот таких, и у нее очень быстро, там за сутки-двое развился страшный гастрит. Причем ее перевели на такую смесь только потому, что мы поставили сначала на загастральный зонд, она была в очень нестабильном состоянии для стомы, и попытались врачи-стационаре ее покормить вот такой смесью. И она очень быстро гастрит заработала, мы потом с гастритом боролись, все равно ей поставили стом, и начали кормить ветеринарными диетами, которые подходят для нее. Еще подходит детское питание. На самом деле оно не очень сбалансировано, особенно то, которое чистое мясо. Но в первые дни, пару дней, очень важно не то, что ест кошка, а калорийность, именно калории. Поэтому если кошка будет с удовольствием есть Тему, а мне кажется, Тема самый, наверное, аттрактивный для кошек, то пусть она ест Тему. У меня был случай с кошкой в стационаре, еще в ВВЦ. Она была не моя, абсолютно, просто абсолютно. Мы очень поздно закончили операцию, это было лето. С Антоном с Лапшиной вышли из операционной, я села писать карту, и мой стол, я сидела с компьютером, находился прямо рядом, ну как на метр расстоянии от клетки, где сидела кошка. Кошка сидела уже несколько дней, страшно агрессивная, с анорексией. И ее вообще без понятия были, как кормить, сама она не ела, ничего ей не нравилось. Кошка с дачи, там получила какую-то травму, ее привезли в клинику, в общем, кошка такая дачная. И в этот момент, это было лето, и кто-то нам ночью из сотрудников принес шашлык. Я помню, как я сижу, а кошка эта была очень проблемная для стационара, я помню, я сижу с этим шашлыком, и вижу, как кошка просто там протягивает лапы через решетки клетки, требует у меня еду. и она перестала быть агрессивной, она даже дала себя погладить, съела кусок шашлыка, там я убрала то, что сверху, изнутри. И всю проблему анорексии мы с ней быстро решили. Вот, поэтому это очень важно, что в первые дни кошка ела. Что она там будет есть, курочку, или там тунец, или что-то еще. Мы сейчас поговорим про аттрактивность, это очень важно. Хотя им очень нравятся вот эти диеты, я правда очень люблю АД, еще раз за тексотропность. Я ненавижу, честно, разводить корм с водой. Меня это бесит, потому что я теряю мало пациентам, которые плохо, которые какое-то время не ели, у которых уменьшен объем желудка, резко им вводить объемы не получаются большие. С водой это всегда в два раза разведение, то есть я теряю калорийность, это очень неприятно, поэтому вот так. По питанию, по стратегии, есть несколько уровней. Первый уровень, самый вроде сложный, он вроде самый малоинвазивный, но он самый сложный. Для нас нам нужно с вами уговорить кошку покушать. Нам нужно сделать еду атрактивной, ее нужно подогреть, ее нужно предложить в том виде, который кошке нравится. Кто-то любит керамические мисочки, кто-то любит есть с пола, кто-то не любит с рук. Мало, мне кажется, варианта, когда кошка будет есть с руки, на которой надета перчатка, которая чем-то пахнет. Латексная или нейтриловая, или нейтриловая с запахом, или что-то еще у вас, чем-то было обработано руки. То есть это надо быть очень-очень аккуратными. Усилители вкуса. Сок классический. Это везде описано. Сок тунца, креветочный сок, куриный бульон, мясо тунца или курицы. Все это очень атрактивно для кошки, причем кошка обращает внимание не на вкус, именно сам сладкий, соленый, горький, а именно на, как говорят, запах аминокислот. То есть их привлекает именно аромат субстанции. Можно там на нос намазывать, все это все прекрасно знаете, все рекомендации. Ни в коем случае нельзя оставлять в клетке, в боксе еду надолго. Это очень важно, потому что если кошка не ест, она вряд ли будет. Можете оставить минут на 5-10, завесить или ночью. Кошки многие едят ночью. Это вариант. Нельзя подмешивать в еду лекарства, если кошка не ест. И нельзя принудительно кормить привычными диетами, иначе кошки потом будут их воспринимать как принуждение. Второй уровень – это сиренч фидинг, это из шприца. У людей это аналог сиппингового питания, из трубочки. И сами знаете, хорошо, что из трубочки можно выпить очень много и алкоголя, и, например, молочных коктейлей. И не заметить даже, трубочка – это очень опасная вещь вообще, но очень полезная для больных анорексией у людей. Таким образом они увеличивают объем потребления питательных смесей. У нас это шприц. Иногда очень помогает. Можно разводить наполовинку с бульоном, например, с тем же самым соком тунца, креветкой, соком креветчим. То есть любой уважающий себя врач стационара будет в заначках держать банку тунца в сосном соку. Это важно. Третий уровень – это уже чип-чидинг, это какие-то трубки. Наза, эзофагиальные зонды плохо работают, Они очень узкие, они очень маленькие, вот эти 5-6 френчей, ничего в них не пролезает. Это мучение. Лучше ставить стому. Сколько не было попыток у меня в послед... Ну, раньше, да, мы боялись ставить стому, ставили зонды, потом осмелели, начали ставить стому. Недавно попробовала два раза поставить зонт, ничего хорошего не закончилось. Сразу перевели на стому, и все в порядке. Обычно стома 10-12 френчей, описано у кошек до 16 френчей. Ну, технику не будем останавливаться, на технику стомы, фиксацию тоже. Очень много есть видео разных. Очень интересный момент по поводу микроэнтерального питания. Микроэнтеральное питание, что это такое? Это непрерывное, ну, точнее, постоянное, постепенное введение объема. То есть вы набираете еду, рассчитываете калорийность, рассчитываете объем в сутки, набираете еду в шприц и ставите на инфузомат в стому. Да, и постоянно там какой-то объем, обычно это не более, там, полутора миллилитров на килограмм в час, пациент получает непрерывно. Это не растягивает желудок, не провоцирует рвоту. Это дает поджелудочное отдыхать, потому что она не воспринимает этот объем, как тот объем, которым она должна выбросить ферменты. У людей это используется в качестве альтернативы голода. И у животных тоже есть пару статей о том, что вот то, что раньше, помните, холод, голод и покой при панкреатите. Вот голод был как раз, чтобы поджелудочное некоторое время отдохнуло. Вариант, ну, там страдал кишечник, потому что он не получал питание, а кишечник получает часть питания от того, что в нем находится. И, ну, плюс вот эта энергия, транслокации там и прочее, бактериальное. И потом был попробован вот этот вариант микроэнтерального питания, и стало понятно, что поджелудочное продолжает отдыхать, не напрягаясь для ферментатированных процессов, но при этом кишечник работает. Даже у пациентов с комой, которые основную калорийность получают за счет параэнтерального питания, внутривенное введение вот этих аминокислот, липидов и прочее, все равно очень малое количество, там, 0,1-0,2 мл на кило в час, они продолжают получать энтерально только для того, чтобы кишечник постоянно работал, и чтобы не возникали вот эти проблемы, о которых мы говорили ранее. Поэтому микроэнтеральное питание это спасение даже для пациентов, которые в коме находятся, которым нельзя большой объем еды, но все равно нужно каким-то образом питать кишечник, и он должен работать. По поводу лекарственной политики, ну, первое, что нельзя у пациентов, которые кушают, не кушают, намешивать кучу всяких разных лекарств. Второе, что про мертозапин. Вот здесь как раз написано анорексия, позже я это исправила на гиперрексию, ни в коем случае еще раз не назначаем мертозапин при анорексии. При анорексии начинаем принудительное кормление, там, шприц, потом эзофагостому, а если вот как раз кошка с почечными проблемами, хронической болезнью почек, которая уже мало кушает, меньше кушает, и теряет массу, потому что она меньше ест, вот ей мертозапин можно. Сирения, пентин, это мы все с вами обговорили. И очень интересный момент, этой фразе и вообще понимание у меня научила Кирилл Ключарев, он кипермосковского зоопарка, мой друг, он работает с обезьянами крупными и человекообразными, и у них есть правило в зоопарке, это называется кормить клетку, когда просто еда вышвыривается в клетку нецеленаправленно, поэтому я вас тоже прошу не кормить клетку, мы должны накормить пациента, не просто поставить туда еду и забить на это, а именно убедиться, что пациент покушал. Если он не покушал, значит мы его должны покормить. Кормить клетку, это не наша работа. Так, вот это то, что я хотела вам рассказать по поводу мертозапинов и всего прочего. Теперь давайте с вами перейдем к пациенту с диафрагмальной грыжей. Так, сейчас, секундочку. Так, оп-шеринг. Так, и... и вот так. Так, коллеги, может быть у вас появились какие-то вопросы по питанию? Вопросов пока в чате не вижу. Нету. Нету. Да? Хорошо. Да, спасибо. Хорошо. Так, тогда давайте дальше к диафрагмальной грыжи. А, стоп. Нашелся вопрос, резко. Какие из медикаментов могут помочь улучшить аппетит у собак? Тоже мертозапин. Он единственный, кто пока вот так вот широко рекомендован. у людей то же самое. Спасибо. Так, тогда давайте еще один вопрос. Можно ли закормить кота до панкреатита? Да, если кормить неправильно. Конечно, можно. Ну, или ожирение тоже приводит к панкреатиту, к липидозу и прочим. Поэтому да, можно. И то, и другое плохо. В крайности всегда плохо. И еще один. Да, еще один. Да, да, отлично. Они как-то посыпались. Я читала статью, что пропофол в малых дозах улучшает аппетит. Насколько это правда? Да, это правда. На самом деле все вы хорошо знаете, что после операции пациенты кушают очень хорошо, особенно если был пропофол. Да, 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 есть статья по кошкам, что он улучшает, но делать наркоз специально, чтобы кошка поела, не знаю, насколько это хорошо. Я пользуюсь моментом, что после операции, как только пациент пришел в себя, как только проснулся, я ему тут же предлагаю покушать. Вот, и обычно они, и сразу и владельцам говорю, когда отдаю кошек, собак домой, прям придете домой, сразу кормитесь. И они прям так радуются, потому что они кушают очень хорошо. поэтому, по пропофолу это верно. Да. И еще вопросик, как рассчитать формулу кормления при анорексии врачу? А вот у меня же там был слайдик, когда вы по формуле считаете по весу калорийность для кошки или собаки, дальше смотрите на калорийность корма и определяете, сколько нужно в сутки. Там формула, которая была, это килокалории в сутки, которые нужны вашему пациенту. Вот и все. Все очень просто. То же самое, как и с людьми. Когда ты садишься на диету или спытаешься набрать вес, ты считаешь по весу калории. И все. Спасибо. Так, еще что-то нашлось. Принудительное кормление кошек с КБП на стационаре. Кормить диетой? Сложно, очень правда вопрос. Хороший и сложный. Если кошка не ест ничего и это КБП, то мне кажется, надо ее раскармливать чем угодно. Правда. при тяжелой анорексии не столько диета важна, сколько калорийность. Поэтому ей можно предлагать и корочку, и все, что она ела раньше, и только потом при условиях, что она это ест хорошо, переводить ее на диету. То есть, если мы говорим про терминальную стадию, я не уверена, что, например, диета прям поможет увеличить продолжительность жизни, но это будет мучение для всех. Поэтому, например, на терминальных стадиях я предлагаю владельцам перевести кошку или собаку на то, что они любили и максимально просто увеличить потребление калорий, еды, питательных веществ. Это лучше, чем мучить диету, и она не будет, и мучиться всем. Вот так. Спасибо. И еще вопросик. Лидокаин на ИПС сильно влияет на перистальтику кишечника? Это может при этом вызывать тошноту? И стоит ли тогда пересматривать анальгезию? Мне кажется, лидокаин не может вызывать тошноту, инфузию с постоянной скоростью. Он хорошо стимулирует перистальтику, но гладко. Он нормализует перистальтические волны. Вот иногда цирукал, например, введенный болюсом может, мне кажется, обратную перистальтику вызвать. А вот лидокаин на мой взгляд нет. И вряд ли он вызовет тошноту. Только может быть какая-то передозировка его, возможно. А так нет. Нет, мне кажется, в соблюдении дозах он не будет вызывать тошноту. Спасибо. Но он очень хороший прокинетик. То есть он очень хорошо лидокаин стимулирует перистальтику. наверное, первый, может быть, препарат выбора для улучшения перистальтики. Безопасный, причем, как мне кажется, все-таки. Так, давайте перейдем к диафрагмальной грыжи. Немножечко по антизиологических рисках на грыжу. диафрагмальную. Все мы знаем хорошо классификацию пациентов по физическому статусу АСА. Это Американская ассоциация анестезиологов. Классификация с 1963 года. Она для людей и перенята нами для ветеринарной медицины. Это классификация по физическому статусу. Здесь в этой классификации не учитывается ни область работы хирурга, сложность хирургической операции, ни возраст пациента. А в принципе диафрагмальную грыжу можно расценить как тракальное вмешательство через диафрагму. Даже если вы делаете лапаротомный доступ, но есть разрыв диафрагмы, то это уже вход в грудную клетку через диафрагмальный. Поэтому эта область очень рефлекторная, сильно рефлекторная, рефлексогенная область грудной клетки, особенно когда там органы, если они еще и спаяны с прилежащими какими-то структурами. Поэтому эта классификация мне кажется слишком простая и мы чаще используем на все операции нашу ветеринарную асавитар, где учитываются и оперативные вмешательства и возраст. И тогда уже пациент получает более высокую степень анестезиологического риска для владельца. Это как-то более оправданно, точнее неоправданно, владелец больше понимает серьезность этой процедуры. Это лапаротомный доступ, это через живот доступ, но все равно мы работаем в грудной клетке. Иногда приходится даже переходить на боковую теракотомию, когда очень сложно спайки и что-то еще. Но работа сама происходит в этой зоне очень высокорефлексогенной. Поэтому очень вам рекомендую эту шкалу 2015 года с Витар. Она есть на сайте Витар. Это наша ассоциация, анестезиологическое сообщество наше. Поэтому можно обращаться к ней и можно ее указывать везде, в судебных разбирательствах и прочее. Теперь по поводу особенностей пациентов с диафрагмальными грыжами. Они обычно приходят с брюшным типом дыхания. У них все органы, большое количество органов, большой объем перемещен в грудную клетку. У них абсолютно пустой живот. Это такие худыши, вроде тело хорошее, а у живот прям можно пальчики замкнуть с одной и с другой стороны при пальпации. Ты понимаешь, что там кроме двух почек и толстого отдела кишечника там ничего нет. И это прям ощущается. Обычно эти пациенты приходят с жалобами на дыхание. Дыхание и вы при перкуссии даже грудной клетки понимаете, что там нет характерного звука перкуторного, что там все наполнено, там нет отрицательного давления, там что-то уже есть. На рентгене это очень хорошо видно, на оскультации это ощущается. Вы даже иногда в грудной клетке слышите перистальтику. Это журчание кишечника слышно прямо в грудной клетке. Сердце приглушенное, дыхательные шумы слышны местами. В грудной клетке может оказаться все, и кишечник, и печень, и селезенка, легкие могут быть сдавлены, и от этого в легких могут развиваться отелектазы. Это очень неприятно, и дальше я вам расскажу про свой клинический случай. Доступ, конечно, же чаще всего на диафрагмальную грыжу, обычной лапаратомной. По белой линии, широкий очень разрез, но он действительно нужен, потому что работать приходится в области диафрагмы, нужно, чтобы было удобно. Для наших пациентов ширина доступа не имеет особого значения, потому что это у людей, люди вертикальные, у них пресс несет, пресс брюшной несет опорную функцию, а вот у животных нет, поэтому все-таки нужно делать доступ настолько широкий, насколько это нужно, а не мучиться через маленький доступ, удлинять время операции, и рисковать пациентам, потому что вы не видите, что происходит. Всегда нужно помнить, что есть вероятность терракотомии боковой, потому что у вас и так происходит диафрагмальная вход в грудную клетку, но при этом иногда приходится через бок лезть, потому что там бывают сложные спайки очень, и печень бывает, спаянность перикардом, а бывает перитениально-диафрагмальная грыжа, ой, извините, перикардиальная грыжа, когда часть органов брюшной полости попадает в перикард. так, что во время хирургии важно, независимо от того, где находятся органы, в грудной клетке и просто там где-то расположено или в перикарде, всегда есть вероятность того, что где-то там находится вагус, поэтому, мне кажется, любая диафрагмальная грыжа, вы должны понимать, мы должны понимать, что все-таки есть вероятность, что вагус сможет активироваться, вагусная брадикардия рефлекторная может случиться, поэтому всегда нужно иметь на готове разведенный атропин под вашего пациента доза 001-004 миллиграмма на килограмм. Искусственная вентиляция. При диафрагмальных грыжах всегда нужна искусственная вентиляция, это очень важно, причем это может быть не ИВЛ, а просто грамотное использование мешка АМБУ. Мне не кажется, что нужно всех пациентов отправлять туда, где есть ИВЛ, все-таки частично часть пациентов вы можете оперировать сами, главное, чтобы был мешок АМБУ и вы были правильно подготовлены, знали, как с ним работать. После операции нужно очень тщательно мониторить пациента, я потом вам еще вернусь к этому, у этих пациентов нужно какое-то время помогать им сообразить, как дышать. Они не понимают, что нужно дышать грудной клеткой, продолжают пытаться дышать животом, особенно это те пациенты, у которых грыжа давняя, это найденные животные на улице или врожденные патологии, которые выявились позже, те, которые, например, упали с высоты, у них случилась грыжа, там все легче, в плане послеоперационном, они быстро возвращаются к своему привычному, им даже сложно изначально дышать с животом. Потом они быстро адаптируются обратно, как были. А вот те, кто никогда не были научены дышать нормально, правильно, их нужно как бы учить, учить, конечно, в кавычках, но нужно очень хорошо их мониторить и терпеливо к ним относиться, помогать им и наблюдать за ними, если у них развивается уже после операции дыхательная недостаточность, им нужно будет помочь. Дренажи. Дренажи после диафрагмальных грыж мы ставим редко, многие хирурги ставят на ночь на всякий случай, но обычно после хорошего ушивания грудной клетки диафрагмы и герметизации брюшной полости мне кажется дренажи не требуют. Какие есть особенности по пациентам? Очень важно помнить, что как только чуть-чуть нарушается мышечный тонус за счет наркоза, эти пациенты перестают дышать нормально. И обычно проблемы начинаются прямо сразу после индукции в наркоз. Поэтому этим пациентам нужно обязательно сразу после индукции в наркоз их нужно и вылить и сразу после индукции в наркоз интубировать и подключать мешок амбу. Очень часто я рекомендую начинать готовиться прямо уже в операционной, где вам будет удобно. Обязательно должен быть человек, который вам поможет. Потому что и брить поле, и готовить пациента, укладывать, и продолжать выдышать мешком амбу нельзя. ассистент хотя бы один, кто на диафрагмальной грыжи вам с этим поможет. Это обеспечить пациенту шанс на выживание. При диафрагмальных грыжах я бы избегала глубокой седации мышечной какими-то центральными миорелаксантами, тем же залетилом или целлюзипом. Мы говорили, что это центральный миорелаксант или альфа-2 агонистами, потому что как только у них мускулатура потеряет тонус, даже чуть-чуть, они действительно будут плохо дышать. И вы можете это не заметить, пока они подгружаются чуть-чуть. Так, это я вам рассказала. Ну, да, да, это я рассказала. По поводу мешка амбу. По мешку амбу, увы, все основано на ощущениях. То есть вы не видите, какой объем вы давите, выдавливаете, и вы не видите, с каким давлением вы вентилируете, вы слепо и так, и так, и по объему, и по давлению. Хотя это два основных триггера дыхания. Что касается клапанов, давайте так, объемов. Мешок амбу это мешок с тремя, трех видов. Бывает детский, бывает взрослый, бывает детский, бывает неонатальный. На картинке неонатальный. Он очень маленький, независимо от того, что у него 300 мл фактического объема номинального, вы можете выдавливать из него там миллилитров, не знаю сколько, ну 50, наверное, 100. Вы не можете весь объем оттуда выдавить, никак. Вот, поэтому даже иногда для кошек это не очень удобный мешочек, хотя у неонатального и детского вот клапаны, вот эти APL, которые есть вот здесь. Сейчас, секундочку, прям. Вот этот клапан вот здесь, он должен быть всегда открыт. и он позволяет нам, когда он открыт, избрасывать излишки давления, когда вы качаете, потому что все очень интуитивно. Нам кажется, что надо помочь и сжать посильнее. Если вы слышите звук срабатывания вот этого клапана, значит, это уже за 40, за 40 сантиметров водного столба это очень много. обычно мы вентилируем до 10-12, ну 15 сантиметров водного столба, а тут 40. То есть, на самом деле, мешки АМБУ не предназначены для длительной вентиляции. Если вы оперируете пациентов на мешке АМБУ, то будьте аккуратны, когда дышите, чтобы не было слышно вот этой работы вот этого клапана. Услышать работу можете попробовать зажать вот это место, ладонью закрыть полностью прям рукой и нажать на мешок. И сильно. И вы сразу слышите, как срабатывает этот клапан, чтобы вам был знаком звук. По поводу анестезиологического пособия подготовьте все заранее. Все нужно. Себя, пациента, оборудование, препараты. Все положите рядом. Найдите человека, который вам поможет. Подберите ларингоскоп, клинок, проверьте лампочку, подберите интубационную трубку, проверьте ее герметичность. Если она была новая, сдуйте манжетку внутри, потому что они с полнодутыми манжетами в упаковках. Приготовьте себе все. Мешок амбу рядом положите. И только потом грузите пациента. Если у вас первый раз диафрагмальная грыжа, оперируйте так, как вы привыкли. Но очень важно, чтобы пациент глубоко спал. Только тогда вы сможете его и вылить без травмы для него. Он не должен сопротивляться ИВЛу. А он не будет сопротивляться, если он глубоко спит. Это очень такой важный момент. Человек сопротивляется всегда, если только его не выключить периферическими миорелаксантами. А вот наши пациенты, они позволяют нам нормально вентилировать, даже если нет периферических миорелаксантов, но они должны глубоко спать. Такой момент. Когда вы будете вентилировать, попросите хирурга посмотреть на легкие и сказать вам, раскрываются ли легкие полностью. Это очень важно, потому что у этих пациентов есть аталектазы. Вы их даже ни в коем случае насиловать, потому что аталектазы могут быть очень тяжелыми, серьезными, и можно вызвать разрыв. С одной стороны, их нужно продышать, но если они старые, я бы их не трогала, наверное. у меня был случай, когда я попыталась их раскрыть, и мы порвали дольку легкого. По поводу особенности вентиляции еще такой момент. Помните всегда, что когда пациент дышит сам, спонтанно, он дышит за счет ребер, межреберных мышц и диафрагмы. И амплитуда вдоха она одна. Когда пациент не дышит сам, а вы его дышите ИВЛ, вы просто растягиваете легкие, и амплитуда будет другая. Никогда не стремитесь амбушкой сымитировать или ИВЛ любым, сымитировать глубину вдоха, какая была бы при спонтанном дыхании, она все равно будет другая. Если пациент сопротивляется, спит глубоко, но сопротивляется аппарату, пытается сам дышать, залетил очень хороший помощник для выключения дыхания. Чаще это срабатывает. Есть и другие варианты, но, наверное, самый простой и надежный это, чтобы пациент перестал дышать. Это либо миорелаксанты периферические, ну и залетил тоже как вариант. Сейчас. Такой сразу момент, как возвращать пациентов с ИВЛ обратно. Тут все идет в обратную сторону. Вы продолжаете вентилировать после окончания операции. Там уже воздух откачали, все закончили, все, пациент готов просыпаться. Вы продолжаете вентилировать и выключаете наркоз или уменьшаете глубину, если вы еще на стадиях окончания операции. Так переводится в СВЛ любого пациента, необязательно диафрагмальную грыжу. Дальше. Когда у пациента появятся уже рефлексы, начнут сокращаться поверхностные мышцы живота, ребер, то вы это заметите, можете потихонечку начинать дышать пореже. И уже подлавливает момент, когда он попытается сам сделать вдох. Иногда можно немного подспустить манжету, иногда ее можно полностью спустить, потому что главное, чтобы вы видели экскурсию грудной клетки, что вы действительно дышите пациента. Как только пациент восстановится сознание, он уже ушками начнет шевелить, брельками, усиками, то уже рефлекс век будет останавливаться, то в этот момент он уже должен начать дышать, если, конечно, не было миорелаксанта периферического. Вы должны убедиться, что его действие уже закончено. Ну, и таким образом, потихонечку, не бросая ИВЛ, но уже меньше вмешиваясь в этот процесс, вы переводите обратно пациента с ИВЛ на на спонтанное дыхание. Так, по поводу клинического случая. У нас был кот Вася. Хозяйка кота Вася, Вася был найден на улице, кот из Твери. Сейчас, секундочку. Котик из Твери, его нашли маленьким на улице, не замечали, ну, там, пару месяцев, может, было, не замечали никаких проблем, а к месяцам к восьми он перестал расти, он стал вялым, он стал меньше двигаться, не таким игривым, и хозяйка заметила, что он как-то странно дышит. Она обратилась в клинику ближайшую, там поставили правильный диагноз, да, диафрагмальная грыжа, скорее всего, она была посттравматическая детская, в грудной полости было все, и печень, и слезенка, и кишечник. Дальше на вопрос, что делать, пациенту было сказано, что оперировать, но шансы на то, что он выживает, будут зависеть от того, какое количество воздуха попадет в грудную клетку. Теоретически, да, это так, но это если ничего не делать врачу, да, если пациента не дышать, он, конечно же, я не знаю, диафрагмальная грыжа, наверное, очень малый процент во время операции, если вы их не ИВЛ, они смогут сами сохранять нормальное спонтанное дыхание и еще не умереть, да, то есть тут все-таки нужно помогать. Хозяйке показалось это как-то чуть-чуть странным, что-то ей еще не понравилось, она начала искать клиники, обратилась, она попала на меня просто для консультации анестезиолога по телефону, мы с ней поговорили, она очень захотела ко мне приехать на операцию, я ей все объяснила, как будет ИВЛ происходить, что он нужен, и что тот доктор был вроде бы и прав, но на самом деле видимо у него не хватает может быть возможности, может быть оборудование, может быть что-то еще для того, чтобы оптимально провести операцию. Она решила к нам приехать, решила почему-то что хочет именно ко мне, в общем кот Вася, 9 месяцев, маленький, 2,8 килограмма, обычный такой дворовый котик, хороший такой, с абсолютно пустым животом, вот, действительно он такой не очень активный, мы ему назначили габапентин все равно в премедикацию, ансиор за один час, я его индуцировала по фолам, и тут же абсолютно я его заинтубировала, причем у таких пациентов с диафрагмальными грыжами, мне кажется, очень важно интубировать трубкой чуть побольше, 3,5, не 3, которые вы можете поставить на стерилизацию, а все-таки 3,5, потому что это пациенты, которые, извините, которые, их нужно действительно эффективно дышать, вот, сразу начали вентилировать, параллельно мы его готовили, ему сделан был траммодол, сиренец, фазолин, уже внутривенно, да, после того, как он был индуцирован, подготовили операционное поле, побрили живот, побрили, ну, так широко, грудной клеткой не стали брить, потому что с большей вероятностью был проотомный доступ только, дальше, мы перешли в операционное, я сделала, ему болюс, залетела дробненько по 0,5, 0,5, через там 3 минутки, 2,3, еще 0,5, потом еще 0,5, он спал на газу, и еще получал дополнительно залетел лидокаин инфузию с постоянной скоростью, после операционного мелоксикам на дом, амоксиклав на дом, и ему были назначены ингаляции, сейчас вам скажу, почему, с чем мы столкнулись, это был очень интересный котик, он мне, такие котики редко встречаются, но, ну, как-то не то, что для меня неожиданно, но, я за него поволновалась, когда я начала его дышать, еще мешком амбу, поняла, что там что-то хлюпает, прям в трубке, но сначала подумала, может быть, это слюна, еще, которая попала в трубку во время интубации, сразу, когда мы зашли в операционную, я его переложила на ИВЛ, и все равно вот этот звук какой-то сохранялся, надувание каких-то вот мокрых, легких, даже не мокрых, легких, а именно забитых бронхов, когда мы открыли аппаратомный доступ, сделали, там был полный разрыв диафрагмы, я попросила хирурга мне сказать, как расправляются легкие, он говорит, да никак они не расправляются, еле-еле, и я понимаю, что мы оба слышим этот странный звук, я на капнографе вижу вот такую классическую кривую, которая показывает обструкцию, что происходит с ИВЛом, с ИВЛом аппарат или амбу, когда вы дышите пациента, принудительно в него вдыхает, то есть даже если что-то есть в трубке, вы это принудительно выдавливаете, вовнутрь загоняете, но когда пациент выдыхает, он не может спонтанно протолкнуть эту слизь наружу, и поэтому на капнографе вы видите вот такую наклонную кривую, не вот такую прямую, а вот такую наклонную, это значит, что он выдыхает плохо, вот, поэтому это меня уже навело на мысль, плюс слова хирурга о том, что что-то чуть-чуть ничего не расправляется, мы ему заменили одну трубку переполненную, такой бронхитно-неприятную, зеленовато-серой слизью, не сдавали на анализ, похоже, ну не на гной, ну что-то такое, вот, вторую трубку, ну то есть, пришлось нам, по-моему, три или четыре трубки заменить, вот, попробовал аспирировать, ничего не получалось, потому что очень густой секрет, меняла трубки, пока она не стала чистой, да, потому что пару раз нажимаешь на мешок, и она наполняется сразу какой-то гадостью, вот, наконец-то все получилось, легкие начали расправляться, но тоже очень нежно, аккуратно вентилируется, такие легкие, из-за спаек, спайки я встречала при диафрагмальных грыжах, спайки я встречала при хилотораксе, при хилотораксе у меня тоже был котик, у которого на нормальном давлении легкого, на рекрутной, когда ты делаешь чуть побольше давления, чтобы расправить легкие, у него тоже надорвалась долька легкого, поэтому легкие, которые находились долго в спаянном состоянии, надо очень-очень-очень аккуратно расправлять, может быть, даже не надо расправлять. Про вагус я вам сказала, про атропин сказала, главное по атропину доза, потому что доказано, это в реанимации описано, что избыток атропин ухудшает прогноз, нельзя ни в коем случае делать, ай, давай ампулу, сделаем нормально, все прокатит, это не прокатит, наоборот, это ухудшает очень сильно прогноз. Вот этот наш котик Вася, спит, пришлось его класть на такие перины, потому что Вася было очень непонятно, тут видите, что у него уже такой надутый живот, причем живот не был готов к тому, что у него поместят органы, мы чуть ли не еле стянули, Вася проснулся, долго смотрел на свой живот, не мог понять, почему он такой большой, Вася был очень такой хороший молодой кот, они подросток такой, по ним очень видно, все их эмоции, и я с ним стояла еще после операционной, чуть сдвинула все операции, вообще вам рекомендую диафрагмальную грыжу, если она не срочная, брать последнюю, чтобы можно было с ней посидеть, я всегда так делаю, если это не экстренный пациент, у меня у бабушки кот диафрагмальной грыжи, от которого отказался владелец, и которого тоже пришлось экстренно брать на операцию, но там экстренно было, потому что у него совсем уже развелась дыхательная недостаточность, а если это привычный кот, которого просто ухудшается медленно, то можно на последний, или чтобы был человек, который может адекватно оценить его и с ним посидеть, обычно нужен не нулевый, не нулевый человек, потому что это не сложные пациенты, ну и непростые пациенты, я помню свою первую диафрагмальную грыжу, и я помню гордость от того, как мы ее сделали, и он навсегда мне запомнился, этот пациент, такие пациенты меняют твой подход вообще ко всему, вот, поэтому вот так. Как возвращать обратно с ЭВЛ, я вам рассказала, что делать, если у вас возникают проблемы с интубацией, вот, вы, например, в операционной достали трубку, а дальше поставить больше не можете, это бывает, это очень неудобно в операционной, обязательно вам нужен кто-то, чтобы помогал, мне прям помогал хирург, и ассистент ко мне пришел, ассистент хирурга размылся, и пришел ко мне помогать с интубацией, потому что, потому что мне нужно было, потому что мне помогли, руки еще одни мне нужны, вот, если не получается, нужно быстро принимать какие-то решения, очень помогают маски ВИДЖЕЛЬ, да, ВИДЖЕЛЬ, это ларингеальные маски, которые ставятся без ларингоскопа, они ставятся вслепую, как будто, да, они встают именно так, как надо анатомически, есть маски для кроликов, и есть для кошек, есть маски для собак, но их, точнее, человеческие используют для собак, но собаки легко интубируются, а вот с кошками все-таки больше проблем у докторов, если что, на днях мы не смогли нигде найти, где купить, раньше очень легко было на ebay купить, сейчас почему-то и там нет их, вот, хотя они есть и в Америке, и в Европе, они есть, вот, стоимость их большая, конечно, там около 12-15 тысяч за штуку, но при этом это маски длительного использования, они автоплавируются, ну, то есть это, это того стоит, правда, это очень важно, хотя эти маски не защищают 100% от регургитации, но это спасение, когда сложно интубировать, нет рук, не хватает, не можете, это помогает в реанимации на приеме кошек, это помогает в ночные смены, когда мало людей, это помогает при сложной интубации тоже, когда у вас не получается или нет, рукой трубки правильный, разные размеры, конечно, нужны все, но это очень дорогое удовольствие, я бы брала, наверное, может быть, такую, вот видите, две одинаковые, 3-5 килограмм, 3-5 килограмм, но это для длинномордых кошек, а для короткомордненьких кошек, это все зависит от того, какой у вас пациент, потом, вот, давайте можем посмотреть, на самом деле, что у нас тут, ой, сейчас, ой, ой, не то, что-то я делаю, так, а-а-а, интересно, интересно у меня, ой, не хочет, ладно, так, сейчас, почему у меня не отключается, интересно, указка, ладно, не будем смотреть видео, но, если вы откроете, просто напишите, ларингеально-мастовый джель, то у вас откроются разные видео, сможете посмотреть, их устанавливать, вот, главное найти теперь, где купить, к сожалению, я вот порылась на ютубе, и так, не на ютубе, а на ebay, на алиэкспресс, и так нигде не нашла, у российских, закупщик тоже, наверное, давал, позвонить, узнать, может быть, они, не знаю, честно, это проблема, правда, потому что мы тоже собирались покупать, так, есть ли вопросы по диафрагмальной грыжи, казалось, что мы увидели, комментарий какой-то, тут есть вопрос, сейчас, при укладывании пациентов с диафрагмальной грыжей, а именно кошек на спину, развивает сильная тахикардия, которая не уходит до тех пор, пока хирург не ушьет диафрагму, при нормальном давлении и анальгезии, глубине наркоза, надо ли пытаться как-то ее купировать, пропофолом может быть? Нет, нет, точно не надо пропофолом, она может быть компенсаторная, из-за смещения, изменения давления в грудной клетке, если пациент еще надо, хорошо ли он обезболен, но если да, то просто ее надо посмотреть, если она не там, не больше 240, то ее трогать, мне кажется, не стоит. Точно не пропофолом, точно не медитамидином, декс-медитамидином, ксилозином, то есть ничем таким, пусть она лучше будет тахикардия. Спасибо. Угу. Больше вопросов пока не вижу. Ага. Так. Теперь. Надо мне попробовать теперь вам показать интерперитениальную анестезию. Так. Итак. Надеюсь, у вас тоже подгрузится нормально, потому что у меня опять с этой презентацией тоже проблемы. Ой. Так. Итак. Видно вам слайды? Да, слайды видно. Видно. Ага, отлично. Самое главное. Еще такой вопрос. Дальше мы будем отправлять материалы как-то коллегам. Да, материалы. Будет запись этого вебинара. Ага. У нас в соцсетях будет все выставлено, выложено. Поняла. Ладно. Если будет нужна тогда коллегам запись, ой, не запись, а сами материалы, то пусть они мне пишут, наверное, уже куда-то напрямую там в Инстаграме. Так. Хорошо. Итак, что такое линейная интроперитониальная анестезия? Это очень важный момент, это, наверное, один из самых-самых важных моментов, которые моих собственных, ну, для меня лично, открытий за всю мою практику. Это то, что нам помогает дополнительно обезболивать пациентов во время очень важной для них операции, как стерилизация. Итак, что такое линейная? Линейная имеется в виду обезболивание по месту разреза. По белой линии. Это имеется в виду только для белой линии годится, потому что мы делаем инфильтрацию места разреза, потом на видео это вы увидите, под кожей, над фасцией. У нас это называется почему-то послойно, но на самом деле это не послойно, это одно-одна инфильтрация, и этого и на кожу хватает, и на фасцию. При этом самопоневроз, он не болит. Вот, поэтому это очень-очень такой хороший вариант. Второе, это добавление, введение анестетика, местного анестетика в брюшную полость, именно локально, туда, куда, где мы будем оперировать, например, на яичники, на матку, для того, чтобы местно через брюшную, там, гисцеральный лист брюшины, обезболить вот это место. Это очень здоровская техника, мне она очень нравится. У собак в монорежиме она не работает, у кошек она работает очень хорошо, и она даже прописана в протоколе. для иностранных протоколов, наших российских, для стерилизации кошек. Вот, так, давайте так, видео сейчас посмотрим. Видео это на следующем слайде, Монреальский университет. Надеюсь, у нас видео подгрузится. В медицине тоже есть интроперитониальная анестезия, она делается в дополнение ко всему. Так, давайте здесь вам пока прокомментирую. Это видео Монреальского университета. Мне этой техники, мне показал Паула Стегаль, и я долго не верила, что это работает, но это правда работает. Я правда сомневалась, пока сама не попробовала. Сейчас у нас больше 150 кошек в исследовании, ну, в аналитике сделано, и вот как раз на московском конгрессе, компаньоне, будем по ней докладываться. Итак, здесь доктор набирает лидокаин или бупевокаин, можно и то, и другое, дозу я потом вам покажу. Это флакон стерильный, поэтому он его трогает руками, перчатками. Мы набираем чуть по-другому, но главное набрать стерильно. Вот длинная игла, и вот как делается линейная инфильтрационная анестезия. Видите, как приподнимается кожа, и под кожей над фасцей водится игла на всю длину. Разреза. Либо с двух сторон это делается, не надо тыкать во все стороны, а именно минимальное количество инъекций. Делается обязательно аспирационная проба, вы должны проверить не в сосуде, либо в каком-то подкожном. И тянете иглу назад, и параллельно вводите жидкость, которую вы рассчитали. Дальше делается разрез, но нужно подождать все-таки на инфильтрационной, и обычный инфильтрационный мы делаем еще в стационаре. Можно сделать, и пока ты заходишь в операционную, укладываешься, там она начинает работать. Вот интерперитениальная. Вообще рекомендовано вот так слепую, в сторону яичников, лево-право. Надето, видите, мягкая часть от катетера, например, можно использовать. У собак вот такой слепой метод, мне кажется, плохо работает, потому что не доходит туда, куда надо, кошкам и очень нравится. Главное, если вы даже собрались колоть в связку, можно не колоть, можно капнуть на связку, но не тянуть. Когда вы тянете, помните всегда, что натяжение больнее намного, чем разрез. Вот, поэтому тут очень важно не натягивать. Вот, здесь доза, материал, как использовано все, да. Но сейчас я вам это еще в русском варианте покажу. Так. Ой-ой-ой. Сейчас. Вот. Теперь по поводу доз. Во всех источниках обычно написан бупивокаин. Он действует от 3 до 6-8 часов. Ну, просто дороже получается. Не все могут бупивокаин себе позволить. Но доза бупивокаина 1-2 миллиграмма на килограмм. На собаку можно брать 2 миллиграмма на килограмм. На кошек, как пишет Паула Стегаль, в своих статьях желательно 1 взять. Хотя вот в предыдущем фильме, да, было написано 2. Но 2 может давать все-таки падение давления, поэтому он рекомендует 1 брать. Мы берем лидокаин. До 6 миллиграмм на килограмм на кошек, до 8 миллиграмм на килограмм на собак. Это доза, разрешенная локально в Саввей. При этом мы раствор еще разводим в 2 раза. То есть 2-х процентный лидокаин разводим до 1-процентного. А бупивонкаин тоже разводим от 0,5 до 0,25. Вот только такое разведение в 2 раза будет актуальным. Больше разводить нельзя, потому что раствор становится очень слабым. Разводим для того, чтобы был больший объем. То есть это важно. Я вам очень рекомендую попробовать этот метод, но при этом попробовать его, возможно, изначально к дополнению к вашему протоколу. Хочу вам так сказать, что обычно 1-2 миллиграмм на килограмм залетила не хватает пациентам. И им все равно больно, когда вы тянете яичники. Поэтому лучше, конечно, когда вы все-таки что-то еще дополнительно сделаете. А все мы хорошо знаем, что регионарная анестезия – это лучшее, что может быть. Может быть. Так. Так, что еще вам такое хотелось здесь из этого рассказать. Главное, чтобы раствор был стерильный. Это очень важно. Теперь две статьи. Одна ветеринарная как раз Беатрис Монтеера, Паула Стегале здесь. И мои, да, Павер Бенита, Паула Стегале, Беатрис, мы с ними знакомы. Это было в апреле 2018 года. 2019 года. Я переводила Паула Стегале. Параллельно получилось так, что я переводила его на конференции в Киеве. И он тогда про это как частично, как вариант докладывался. И мне показалось очень странно. Тоже всему залу показалось странно. Но он нас очень попросил попробовать. И вот с того момента я только так делаю стерилизации. Особенно мне это очень нравится, когда мы делаем только аварию, эктомию у кошек, только яичники. Это просто мы в монорежиме, это работает прекрасно. То есть я на стерилизацию даю губопентин, делаю в премедикацию по НПВС, которая подействует позже, не сейчас. Гружу по фоллам, делаю тромодол, если есть, если нет, нет. Кстати, про тромодол. Такая очень важная новость. Она для России важна. Где-то к осени закончатся клинические исследования и выйдет в продажу ветеринарный тромодол, который можно будет купить, он российский, который можно будет купить по ветеринарной фармакологической лицензии. То есть если у вас есть аптека в магазине, закупаете, продаете капли и все прочее, то можно будет закупать и тромодол. То есть для этого медицинскую никакой лицензию не нужно будет, и это ветеринарный. Это очень важно для России, для Беларуси с тромодолом. Я так понимаю, что сложно. Но вот у нас хотя бы какие-то сдвиги происходят. Это для меня новость этого года. Так вот, кошкам гружу пропофолом, дальше интубирую, они у меня будут на газу спать. И дальше только перитениальная анестезия, без залетила. При этом у меня пациенты хорошо дышат, мы обезболиваем линейно и вовнутрь яичники, когда удаляем. На лапароскопии тоже самое, абсолютно так же. Причем на лапароскопии, мне кажется, еще вот этот лидокаин интерперитениально обезболивает не только висцеральную часть, но и перитальную. Когда надуваешь газом, не так им неприятно, сопротив того, когда надуваешь газом, но залетели. Все-таки газ начинает раздражать и по химически, и физически, при итальянной лесбюшиной. Поэтому лапароскопии, мне этот метод тоже очень нравится. Как раз у нас достаточно лапароскопических таких вещей для доклада. Сейчас посмотрю. Кажется, к сожалению, видео не покажет. Да. А, вот. Может быть, здесь. Нет, к сожалению, нет. Если вам нужно видео, но здесь это лапароскопия, напишите мне, пожалуйста, в Инстаграме. Я вам это видео отдельно вышлю. Извините, пожалуйста, мне почему-то пишут, что компьютер не хочет вас производить из-за того, что презентация сломана. Так. Снежана, к вам вопрос. Очень хотят видеть вашу почту, потому что не у всех есть Инстаграм. Вот, чтобы с вами как-то можно было связаться. Почта, да, давайте куда мне написать вам ее. Можете в общий чат написать. Так, сейчас. Чат, да, сейчас напишу. Ну, так, ну, почта сложнее. Отвечаю. Так, ну, вы все равно пишите. Так. Видно? Нет, не видно. Так. А мне написали «да». Ага, значит, а, все понятно. Это, значит, идет... Не туда отправила, да, я так понимаю. Значит, вы всем отправили, да, именно я... А, я поняла. Да-да-да, я и выбрала всем. Все, значит, все видно. Все, отлично, да. Если пишут, что видно, то отлично. Да, атанасова.с, собачка Яндекс.ру. Ну, это, вот. Так, тут даже увидела вопрос. Вопросы, да. У нас тут есть вопросики. Да, давайте. Встречались ли побочные реакции после интерперитониальной анестезии? Так, нет, нет, ни разу. У меня даже падения давления нет на ней. При соблюдении дозы. Спасибо. И чем дополнительно можно обезболить собаку при той же стерилизации? Ну, вот у собак у меня еще идет в протоколе залетил и интерперитониальная анестезия. Вообще, если зайдете на сайт Витара, там будет... Так, слушайте, может, мы сейчас, наверное, успеем, потому что время есть. А есть еще вопросы? Да, есть. Да, есть. Так, давайте вопросы тогда пока, а я попробую открыть нам... Может ли это быть заменой эпидуральной анестезии на ОГЭ? Да, может. Хорошо, спасибо. Еще вопрос. А если используется боковой доступ при ОГЭ, то нужна ли линейная инфляционная анестезия? Мне кажется, линейная здесь уже не поможет, потому что там мышцы. Это нигде не описано, потому что боковой доступ нигде не описан в международной литературе. Вот. Но внутренний вот интерперитониальная... Пропадайте. Я тут. Слышно меня? Еще раз на вопрос. Да. Я к тому, что боковой доступ нигде не описан в международной литературе, поэтому он считается не очень правильным, потому что правильнее делать по белой линии. Белая линия не болит. Мышцы, развяжение даже мышц болит. Бок – это неправильно. Причем сбоку вы тянете дальше нижнюю связку. Поэтому здесь инфляционно я не уверена, что будет работать. Интроперитониально, да, делайте, конечно. Спасибо. Вопрос читала, что тромодол слабо действует при висцеральной боли, но хорош для оккупирования соматической. Насколько это правда? Не знаю. Честно, много по тромодолу абсолютно разной информации. Просто вот, ну, прям противоположных. Поэтому, наверное, это может быть и правдой. Мне кажется, что все-таки на висцеральную боль он действует. Понятное дело, что больше, но кишечник, он точно действует, потому что он его и тормозит, он его и обезболивает, потому что достаточно много пиодных рецепторов кишечники. То, что он действует хорошо на кожу, да, на кости, нет. Ну, то есть, не знаю, здесь очень-очень сложно. Я тромодол использую при, ну, например, при висцеральной боли, связанной с панкреатитами, он показан. Вот, поэтому... Ну, вот так. Спасибо. Так. Можно ли использовать новокаин для ИП-аместезии? И дальше не пропускалась. Нельзя использовать новокаин, потому что он действует 3 минуты. Ну, то есть, нет смысла. Нигде уже новокаин не описан. Давайте мы не будем уж настолько возвращаться назад. Он очень короткий, у него больше побочных эффектов, поэтому не стоит его использовать. То есть, смысл метроперитениальной анестезии, почему у бупевокаина, например, намного... он правильнее, чем лидокаин, потому что он еще после операции будет действовать от 3 до 8 часов. Лидокаин будет действовать до 3 часов. Вы не успеете кошку зашить, как новокаин закончит действовать, а НПВС, который вы сделаете, еще не начнет действовать, и у вас будет разрыв обезболивания, и это неправильно. Вот. Вот так. Ага, спасибо. Еще вопросик. При этом эпидуральную анестезию не нужно делать при перитониальной анестезии. Да, да, именно вот это и смысл, что эпидуральную здесь не нужно делать. При этом у собак... Знаете как, можно... Что такое эпидуральная? Эпидуральная для того, чтобы обезболить яичники, нужно взять до 0,35, 0,35 миллилитров на кило. Это очень большой объем. На кошку надо брать миллилитр раствора. Ну там, однопроцентного, если берете, то все равно доза очень большая получается. И высота очень большая, потому что яичники подвешены прям на грудной клетке почти что. Там, Т9. Вот. Поэтому это очень высоко. Никто так не делает. Поэтому яичники всегда боль. Если вы сделали эпидуралку, и она действует только на культю матки, то яичники все равно можно интерперитониально дополнительно обезболить. Но я выбираю протокол на стерилизацию и кастрацию тоже, без эпидуралок. Я делаю и там, и там инфильтрационные анестезии, но еще на стерилизацию... Точнее, ну, это кастрация самок, да, интерперитониальную. То есть я полностью удалила эпидуралку из протоколов. Именно этих операций. Потому что, мне кажется, на стерилизацию и кастрацию эпидуралка, ну, это лишние, может быть, риски и прочее. Тут есть хорошая альтернатива, как мне кажется. Спасибо. Еще вопрос. Однопроцентный ледокаин – это уже концентрация в разведении для введения? Да-да-да. Да, у вас есть двухпроцентный. Обычно берется двухпроцентный, напополам разводится, и у вас однопроцентный получается. Но при этом вы изначально должны посчитать миллиграммы на килограмм. Берем кошку, 3 килограмма. 3 на... Давайте на... На 5. Ну, или на 4. 3 на 4. Берем 4 миллиграмма на килограмм ледокаина. 3 килограмма кошка, 3 на 4 – 12 миллиграмм. 12 миллиграмм – это 0,6 миллилитров двухпроцентного ледокаина. Вы набираете 0,6, стерильно разводите физом в два раза, и вот уже у вас кубик будет на 2 инъекции. Одна на разрез и вторая половинка на внутрь. То есть, если вам кажется, что этого мало, вы увеличиваете миллиграммы. Не 4, а берете 6. 6 на 3 – 18, да, почти 20. Это почти куб. Куб разводите напополам, 2 куба получаете уже, да. Часть на разрез, часть вовнутрь. Вот так. Спасибо. Чем обезболить кошек после стерилизации? НПВС. Сейчас для кошек мелоксикаморобинококсид. Либо-либо на 3 дня минимум надо. Спасибо. Можно ли сделать альфа-2 плюс интерперитониальную анестезию без залетила? На чем тогда будет спать пациент? У меня вопрос. Много альфа-2 – это плохо. Вы залетил, смотрите, можете сделать немножко для того, чтобы пациент спал. Но при этом доза не будет такая высокая. Потому что, чтобы обезболил, залетил стерилизацию, нужна доза, ну, не 1, не 2 миллиграмма на килограмм. Нужно больше. Для сна может быть и достаточно 0,5-1. Вот. Поэтому можете альфа-2 сочетать с немножко залетилом, 0,5 миллиграмм на килограмм для сна. И сделать инфильтрационную, интерперитониальную для обезболивания. Вот так. Я бы делала вот так. Так, спасибо. Сейчас еще посмотрим. В каких случаях в своей практике вы используете новокаин? Никогда. Вообще. Я даже не знаю, есть ли он в клинике. Спасибо за ответы. И еще просят повторно получить почту лектора. Так. Наверное, every one я должна выбрать здесь. Сейчас посмотрим. У нас в чате Q&A это пишут. Он у вас открывается? Да, чат открылся. Но я там, когда отправляю, должна выбрать, кому я отправляю. Вот. Сейчас я попробовала. Ой. Видно? Сейчас, секунду. Посмотрим общий чат. Да. Или... Да? Атанасова с. Собакаяя.ру, да? Да. Да, да, да. Отлично. Я тогда переправлю, чтобы не отвлекать. Еще раз. Спасибо. Вам видно сайт, который я сейчас открыла? Анестезиологическое ветеринарное общество. Витар. На экране картинка есть, да? Да, да, да. Вот здесь в правом углу есть рекомендации протоколов анестезии для проведения плановых кастраций собак и кошек. Вот когда вы его открываете, там вот будут эти все рекомендации. Читайте их очень внимательно. Я как раз участвовала в их формировании. Здесь еще нет интерперитениальной анестезии. Она здесь очень так корявенько описана. Ну, здесь вам протоколы в помощь. Тут здоровые коты, но агрессивные. Здоровые коты, но контактные. Там собаки, коты-кошки. Здесь разные варианты. Посмотрите внимательно. Очень только внимательно, потому что написано не очень. Просто для того, чтобы это все скомпоновать в табличку, пришлось писать не очень. Ну, нужно вчитываться обязательно. Поэтому я вам очень рекомендую ознакомиться вот с этими рекомендациями. Сайт BioVitar. Увидела вопрос в чате. Сейчас по поводу интерперитениальной анестезии, для энтеротомии и кесарево сечения. Нет, не годится, потому что желудок и кишечник иннервируются по-другому. Они иннервируются и парасимпатической нервной системой, поэтому местное обезболивание не работает. Для кесарева тоже нельзя. Разрез? Да, разрез и там, и там вы можете так обезболивать. Просто если вы делаете очень большой разрез на гастротомию, например, то у вас уходит очень много ледокаина, вам не хватит дозы просто. На кесарево нельзя ничего капать на матку. Она начинает сокращаться, и вы получите не очень хороший результат. А вот если вы извлекли уже малышей, а потом и будете стерилизовать собаку, кошку, то можно, конечно. Мне тоже очень хочется это накапать на энтеротомии, но он не работает. Вы можете это в брюшную полость налить просто при закрытии. Это будет работать в качестве дополнительного обезболивания изнутри. Это хороший очень метод. Но кишечник только так не обезболить. Все равно нужно что-то центрального действия, залетил, тот же самый, ледокаин. Ну, здесь ледокаин, либо выбираете ледокаин ИПС, инфузию с постоянной скоростью, либо вы уже тогда его наливаете в брюшную полость. Или-или, потому что иначе дозировка у вас будет очень большая. Вот. Вот так. Да, не за что. Так. Коллеги, а можно вас попросить нам прерваться минут на десять? Мне просто чуть-чуть выпить горячего чая, потому что я начинаю хрипеть. И как бы у меня голос не пропал. Да, давайте сделаем перерывчик. У нас даже можете свою презентацию, наверное, не выключать, пусть у вас висит. Да-да-да, я сейчас пока подгружу следующую, да, и прям не буду выходить никуда. Мы недолго там. У нас по плану, в принципе, пятнадцатиминутный перерыв с 16.30 до 16.45, но если бы делаем чуть пораньше, я думаю, что страшно. Да, мне кажется, просто я чуть-чуть быстрее мы закончим, как-то очень ускорилась. Ну, давайте сейчас посмотрим, как попросим. Да, давайте на десять минут перерыв, и через десять минут собираемся. И вернемся, да-да-да, спасибо большое. Хорошо. Угу. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Два клинических случая, которые мне очень хорошо запомнились. Посмотрим. Если будут по ним вопросы, тогда будете отдельно задавать. Надеюсь, я вам их расскажу понятно. Продолжение следует... Клинические случаи по мастектомии. Очень интересные, потому что... Уже мне пишут запрос на материалы. Мы еще не закончили час, но я все пришлю обязательно. Итак, кошка Масяня, 10 лет, беспородная. У нее опухоль молочной железы с тенденцией к изъязвлению. Опухоль была обнаружена летом. Рентген легких без видимых метастаз. Обязательно делаем рентген легких таким пациентам. У нее ХБП третьей стадии. И рестриктивная кардиомиопатия, как выяснилось. Это то, с чем я буду брать кошку на операцию. Как получилось? Немножечко предыстория. Я работала... Я, в принципе, работаю один раз в неделю в клинике. Обычно это один-два раза, два дня подряд. И это было в воскресенье. Ко мне подходит врач стационара и говорит, Снежана, у нас есть кошка, 10 лет, на мастектомию с ХБП. Ну вот пока ничего большей особенности не знаем. Ну, в общем, как тебе такой... Такой креотинин какой-то она мне называла. Я говорю, ну а что, надо делать, оперировать надо такую кошку. Она говорит, она нестабильная. Я говорю, ну когда стабилизируем, надо оперировать. Ну, мне наш старший институт говорит, ну вот тебе ее и оперировать через 5 дней. Ну, в общем, вот так мне эта кошка попала. При этом ее подготовку вела не я. То есть я в этот день узнала, что у меня там в следующую мою смену будет такой пациент. И дальше подготовку уже вели наши доктора из стационара. Помогали. Я уже ее получила потом на операцию. Давайте посмотрим, как все развивалось. Значит, кошке 10 лет. Жалобы на животе обратили внимание на неоднородные бугорки. Летом их обнаружили. Владелец у нее пожилой мужчина. В пандемию, в разгар пандемии, ему было очень сложно с кошкой приехать к врачу. Поэтому он приехал уже там осенью. Кошка плохо ела месяц. Перестала есть совсем, как он сказал. Это вот из карты. Писали наши доктора там на приеме в стационаре. Две-три недели. Два года назад делали операцию на кишечнике. И было кесарево. Летом содержится на даче, зимой в квартире. Других кошек нет. Кормятся простым влажным кормом. Сметана, молоко. Другая еда. Вакцинирована. Возможно. Хозяин не помнит. Не обрабатывается. Нет геометизации. Кесаревое инородное тело. Хозяин тоже не помнит. Ничего не принимает. Заболевания он никаких не знает. Аппетит у нее отсутствует. Жажда она пьет в норме. Рвота бывает. Раньше была один раз, один-два раза в неделю. Потом стала уже один-два раза в день. В течение месяца. Стул каждый день или через день сухой кал. Диуреза в норме. Активность нежна. Это анамнез. Клинический осмотр. Кошка в 10 лет при достаточно нормальных размерах весит 2 килограмма 120 грамм. Общее стоение описано как тяжелое, кахексия, при этом нормальная температура тела, нормальный пульс, как ни странно. Дыхание тоже нормальное, слизистые, бледноватые. СНК не определяется. Тургор снижен. Степень дегидратации 8%. Сознание ясное. Дополнительные данные. Новообразование на молочном пакете неоднородное. По центру вскрывшийся участок. Кошка доставлена в стационар для стабилизации состояния. Инфузии ориентированы на операцию под стабилизацией. Что по крови. Калий 4,2 норма. Альбумин 28 тоже норма. Креатинин 367. При норме до 140. Гемоглобин 103. Тоже норма. То есть это те показатели, которые в принципе мне интересны в анализе крови. Мне важен гемоглобин, гематокрит. Мне важны все-таки креатинин. Мне важен очень альбумин. И важны очень электролиты. То есть это то. Я честно мало достаточно внимания обращаю на АЛТ, АЭСТ этих пациентов, которые действительно надо оперировать. Да, они имеют диагностическое значение. Там сравнивание с щелочной фосфатазой, с ГГТ. Ну вот, как анестезиолог, мне очень важны электролиты. Альбумин очень важен. Креатинин даже не настолько, сколько может быть, ПАЖ. Или креатинин косвенно все-таки мне говорит о стадии ХБП. О каком-то нарушенном клиренсе креатинина, хотя мы не меряем. Гемоглобин, понятное дело, с гематокритом. УЗИ сразу при поступлении. Что мне об этом говорит? Ну, тут я понимаю, что кошка дегидратирована. У нее вроде все в норме, кроме креатинина. Но что же будет после того, как мы ее начнем капать? Это очень интересный вопрос. Всегда его нужно себе задавать в кошек, у которых есть хроническая болезнь почек. На УЗИ уменьшение размера левой почки, диффузные изменения паренхемы билатерально. Можно подозревать хроническую нефропатию, сгусток в желчном, калицистит, ну и хронический конкреатит. Для ее возраста, хотя 10 лет, нет, не для ее возраста, может быть, сдержание. Да, все-таки для 10-летней кошки рановато такое. Хотя, может быть, ей и не 10 лет. Она выглядела гораздо старше. В стационаре кошка стрессует, от стресса ведет себя агрессивно. Назначили габапентин, стало спокойнее. Во второй половине дня самостоятельно кушала, рвота отсутствует. Габапентин 30 мг, даже можно еще меньше, потому что у кошки ХБП. Да, то есть можно даже 20, а эта кошечка совсем маленькая, 2 кг. Амоксиклав, бинокрит, это эритропоэтин, а мес, сирения. И он истерил, поддерживающий, потому что решили ее не капать быстро, в течение какого-то времени ее все-таки регидратировать быстро. Мы не стремились прям сиюминутно на операцию, у нее не было показаний. При этом владелец попросил просто оставить кошку ему помочь, чтобы он в это не был вовлечен, потому что ему очень сложно. И с пандемией было это связано, и с возрастом владельца это было связано, с его проблемами. Поэтому ему пошли навстречу. Конечно же, это очень правильно. Нужно помогать владельцам делать чуть больше, чем мы можем. Второй день в АРИТе, клинический по обследованию передан пациент по смене в стабильном состоянии, средней степени тяжести, положение активное, сознание ясное, вес такой же, давление начало расти. Тошноты работы не было, за ночь съела полбанки корма, какого-то корма. Стула не было, жажда отсутствует, диурез достаточный глоток, все лекарственные средства введены по назначению, назначен амлодипин, видите, да, из-за высокого давления. Дальше, что мы получили? Вопрос встал, почему у нее высокое давление, ну, понятно, что почки, стресс, то есть это логично, состояние средней степени тяжести, на выгуле в стационаре активно, да, то есть ее гуляют, давление чуть-чуть подупало, дальше положение тела в пространстве естественное, сознание тра-та-та, аускультация, смотрите, тон из сердца ритмичный, шум справа, то есть был услышан какой-то шум при аускультации сердца. Дальше, сделали рентген грудной полости боковой проекции, объемных образований не выявлено, говорили с хозяином, а где-то анализы здесь были, ой, нету, тут получилось так, что ее начали капать, сейчас, а где же анализы, а вот, дальше, хозяин сказал, что все, что нужно, он готов оплатить, но ему сложно очень самому что-то сделать, поэтому он просил нас помочь ему, в том числе, если понадобится кровь для переливания. Что на эхо? На эхо мы получаем результат, ГКМП, предварительный диагноз, ДИФ-диагноз, реструктивной кардиомиопотери, миокардит, неоплазия, метастатический процесс, ну это ДИФ-диагнозы, ГКМП ей ставят, с реструктивным типом потока, то есть у нее, по факту, я не считаю ГКМП противопоказанием к такой операции, да, поэтому эту кошку нужно было оперировать, просто нам нужно обязательно правильно подойти к протоколам. Когда кошку, значит, на четвертый день, у нее вес стал 2,350, то есть она поправилась на 200 с лишним грамм, это не еда, это вода, то есть ее регидратировали, то есть ее вот эти 8% потихонечку вернули к ней ее потерянную жидкость. Все процедуры кошки проводят на ручках, она на ручках более контактная, давление у нее более-менее пришло в норму, ЧДД вполне терпимая, аппетит у нее то есть, то нет, но хозяин ей принес ее привычный корм, он абсолютно простой, и она ее с удовольствием кушала, она очень была хорошей кошечкой, я надеюсь, что и есть, мочеспускание в лоток, опухоль кровоточит у нее постоянно, ну, то есть лучше ее тут написано прям, да, ее не трогать, это так доктора-стационара передают друг другу пациента, ну, помимо телефонных разговоров, это все описано в карте, очень удобно для меня, да, составляющий клинический случай. Что случилось после того, как ее регидратировали, восстановили ей вот эту жидкость 200 грамм, креотин у нее упал до 203, но, скорее всего, ее просто размыли, но гематокрит еще больше упал, калий стал пониже, но в пределах нормы, да, то есть вот что значит помыли кошку, да, то есть гемодилюция произошла, а гематокрит упал. С чем я посажу к операции? Я посажу с тем, что потери жидкости восстановлены, восстановлены не быстро, учитывая ее кардиомиопатию, быстро здесь ничего нельзя. Аппетит мы ей восстановили, калорийность привычным кормом мы восполнили, эзофагустону ставить не стали, гематокрит упал, но он еще был терпим, поэтому я не стала ее переливать, еще чтобы сэкономить финансовладельцу, но мы были готовы к переливанию, то есть если надо, будет. Криотинин, мочевины снизились, но это классическое вымывание, размывание. Хотя кошке клинически стало получше, потому что мочевина все-таки уменьшается, регидратация восстанавливается, да, то есть им действительно полегче, потому что мозг тоже теряет жидкость, если мозг теряет жидкость, он не может нормально функционировать. Что важно из анестезиологического протокола таким пациентам? При КБП и ККМП очень важно, чтобы пациент не замерз, это принципиально важно. Прям замерзание пациентов улучшает очень сильный их прогноз. Избегать гипотензии, падения давления, надо вовремя отменить ингибиторы АПФ или там амлодипин, все, что дается, конкор, потому что это может во время операции синергировать вот это падение давления. Но вот если есть бета-блокаторы или кальциевые каналы, блокаторы, и при этом очень высокая ЧСС, то их лучше не отменять. Если падает давление в операционной, я бы назначила этому пациенту допамин, потому что он стимулирует, хотя у нее ГКМП, тут под вопросом, наверное, дебутамин все-таки лучше такому пациенту, хотя дебутамин не сужает сосуды. Нам нужно сузить сосуды этого пациента, поэтому все-таки допамин его, потому что в операциях давление падает за счет расширения сосудов чаще всего. Обязательно нужно избегать стресса, боли, гипергидротации, не перекапать и не делать большие перерывы в кормлении. Это очень важно. До операции покормить, за 3 часа до операции и после операции, сразу, как только кошка проснулась, сразу ее покормить. При медикации габапентин, сирения, травмодол, антибиотики, преднагрев. Все внутривенно, ну, кроме габапентина. Индукция пропофолом, интубация 3,5 с манжетой трубка, поддержание изофлюра. Поток достаточно большой, на маленьких пациентов мы должны поставить большой поток кислорода. Это облегчает продувание контуров. Это очень важно. Анальгезия залетил, но очень медленно, дробненько, чтобы не было тахикардии, которая будет опасна. Залетил способствует тахикардии, а при ГКМП это опасно. Лидокаин, инфузия с постоянной скоростью ИПС. 15 микрограмм на килограмм в минуту. Обычно 30-15, потому что у них ОБП. Снижаем дозировку. Ну и залетил дополнительно на ИПС, потому что у нее было прорастание опухоли, подлежащей ткани, это больно. Контролируем стандартную, очень важную вентиляцию, важную температуру, но все важно, и оксигенация, и кровообращение, это все, конечно, нужно. Так, ну это здесь расчет лидокаина, нам не нужно. Послеоперационно. Кошечка покапалась еще полдня лидокаином, НПВС ей был назначен ансиор, после операции дальше на дом назначили ей все-таки Петкам, Мелоксикам и Амантадин. Вот о чем мы говорили, что Амантадин можно даже на дольше. НПВС на 2-3 дня, их можно назначать при хронической болезни почек, и Робинококси, и Мелоксикам, например, Петкам в таблетках можно, или Мелоксивед, или другие ветеринарные препараты, Мелоксикамы можно назначать при хронической болезни почек надолго. Даже разрешено пожизненно, если это необходимо, например, остеоартрит у пациента, и вам нужен Мелоксикам тогда пожизненно. Значит, пожизненно, но со снижением дозировки. Амантадин можно надолго, даже до 7 дней, можно и больше. Перфорированный катетер послеоперационный я не применяю. Трамадол был назначен еще 2 раза в сутки, но потом перешли на 1 раз, потому что с почками ей было много этого трамадола, с клиническим. Покапали еще немножечко, покормили, комфорт пациента, филивей. Ну, то есть обезболивать, любить, кормить, да, это то, что то есть она вот сразу после операции проснулась и пошла кушать. Вот. Очень хорошая кошка. Мы ее выписали через несколько дней, дедушка был очень благодарен, кошка отличная, она к нам привыкла, перестала агрессивничать. Вот такой клинический случай на операцию кошки с ГКМП и хронической болезни почек. Есть вопросы? Так, спасибо, сейчас посмотрим. Ага. Пока вопросов не вижу. Так, хорошо. Давайте тогда сейчас по другой презентации пробежимся, по другому клиническому случаю. Немножечко по... Так. Видно? Да, видно. Видно. Появился вопросик. Ага. А вы сначала проводили индукцию залетилом или тоже когда после пропофула на изофлюрале лежала? Я залетилом провожу болю, сделаю уже потом, да, когда я... Ну, то есть 99,9% я индуцирую по фоллам. Но у меня есть ИВЛ, да, и я перевожу сразу пациентов на ИВЛ после залетила, добавления залетила, потому что они сразу перестают нормально дышать. Если у вас нет ИВЛа, и вы хотите чуть дольше, возможно, сохранить дыхание спонтанное, но опять это не точно, что получится, многие индукцируют залетилом и потом добавляют пропофол. Но пропофол будет нужен на интубацию обязательно, потому что без него на залетиле будет сохраняться кошлевой рефлекс. Спасибо. Еще вопросик. Вы рекомендуете кормить сразу после операции? Не нужно выдерживать несколько часов? Нет, мне кажется, нет. Как только у них восстановился глотательный рефлекс, они могут быть даже еще чуть-чуть вяленькие. Я обязательно их кормлю сразу. Немного. Это может быть просто чайная ложечка паштета. Для здоровых кошек и собак, которые на стерилизацию и кастрацию пришли, я их кормлю, может быть, сухим кормом даже можно. Те, кто после долгих операций, паштет, ложечка, но прямо сразу, как они проснулись, ничего не ждем. Потом уже дальше, когда они проснулись совсем хорошо, уже кормим порцией еды. Спасибо. Ага. Так. Теперь давайте чуть-чуть про эпидуральную анестезию поговорим. Она действительно очень хороший метод. Я очень люблю эпидуральную анестезию, когда действительно нужно. Ноги, малый таз, уретростамии, с учетом стабильности пациента. Но она коварная. И ее нельзя всем подряд. Особенно ее нельзя пациентам, которые чуть-чуть нестабильны, или у которых нарушена хотя бы чуть-чуть перфузия почек. Итак, что в чем коварство эпидуральной анестезии? Эпидуральная анестезия дает блокаду симпатической симуляции. Это так называемый вазомоторный блок. От места ее введения и ниже сосуды теряют тонус. И они расширяются. И вы получаете у вас дилетацию. То есть сосудистый русло расширяется, и давление падает. Это называется функциональная гиповолемия. То есть вроде бы кровь на месте, но она ушла в периферию. И центральное давление она не поддерживает. Поэтому органы могут лишаться нормального давления и нормальной перфузии. Называется это стойкая облигатная анестезия. Гипотензия, извините. То есть стойкая облигатная она всегда будет. То есть независимо от пациента, молодой, старый, здоровый, больной, у него всегда будет падение давления. Просто молодой, здоровый это падение давления сможет компенсировать. А если это больной и нестабильный, то он останется в этой функциональной гиповолемии, и вы получите только ухудшение состояния. По поводу гипотензии. Среднее минимальное давление мы должны держать не меньше 60. Систолическое, наверное, в районе 100. Низкое диастолическое будет показывать о вазодилитации. Если вы на бедре не ощущаете пульс, то на бедренной артерии, то значит у вас у пациента гипотензии среднее давление ниже 60. Чтобы понять, что пациенту гипотензия, монитор не нужен 100%, тонометр. Вам хотя бы нужно попытаться найти пульс на бедре. Если его там нет, и если СНК больше полторы секунды, скорость наполнения капилляров, на диослов, на языке, на подушечках лап, то это пациент с гипотензией. Такой пациент уже для вас все-таки, для него надо стараться не допускать каких-то ошибок. Итак, когда эпидуральная анестезия полезна, когда она коварна. Мне она нравится, эпидуралка для бескровной ортопедии, так называемой. Часть анестезиологов в это верят, часть анестезиологов в это не верят. Мне кажется, что когда эпидуральная анестезия у здорового пациента дает умеренную гипотензию, ну то есть 65-75 средняя, то есть это не экстремально, для меня не экстремально. Ну то есть если вы новичок, то держите 90 средняя. Если, ну, 80, давайте 80-90, может даже многовато. Если, ну для меня 65-75, это нормально. Мне нравится, потому что меньше крови. Вот спины, ну спину не будешь делать эпидуралку, а вот для ортопедии это прям хорошо работает. Для кого может стать эпидуралка проблемой? Для пациента в тяжелом состоянии. Сепсис, подобное состояние, все то, что вызывает стойкую гипотензию с вас с дилетацией. Сниженная перфузия почек, гиповолимия, гипотензия, гипотермия для мамы плодов, находящихся в стрессе. Ну, это именно тяжелое состояние мамочки на Кесарево. Нужно быть тоже очень аккуратными. То есть никому из пациентов в тяжелом состоянии мы эпидуралку не делаем. Независимо от того, что кажется, у вас пациент в тяжелом состоянии, давайте мы сделаем ему эпидуралку, и этому пациенту станет лучше, ну, ему уйдет меньше общего наркоза. Ничего подобного. Эпидуральная анестезия очень коварна в своей гипотензии. Теперь давайте поговорим о клиническом случае собаки с пиометрой. У меня на операцию, не помню, наверное, где-то, может быть, год назад была собака, став почти два года, вес 16 килограмм, она поспел вечером, они планировали беременность, были два дня назад в другой клинике, увидели там что-то нехорошее, отправили их домой на антибиотиках, дома она за эти два дня перестала есть, стала очень вялая, из нее полились гнойно-обильные, обильные гнойно-геморрагические выделения. К нам она уже поступила в состоянии средней тяжести, ну, пополам с тяжелым, такой непонятно, знаете, по ней непонятно было, в каком она состоянии, очень странно, да, она постоянно как-то очень сжалась, но при этом она была вроде бы активная, ну, вот какое-то такое очень, температура у нее держалась, давление у нее было в норме, то ли вялость, то ли страх, она забилась в угол и сидела там, слизистой, бледно-розовый, у нее был умеренный выпад в брюшной полости, анализы в норме, кроме гематокрит на верхней границе и очень низкие лейкоциты. Под вопросом пиометра, ну, пиометра точно перитонит под вопросом. Чего ждать у таких пациентов? У таких пациентов надо ждать, что если даже сейчас они компенсированы, то как только вы их грузите в наркоз, наркоз не опасен, но он все равно дестабилизирует состояние. И пациент, который был шатковалка, но стабильный, он дестабилизируется, да, и уходит непонятно куда. Вот, поэтому таким пациентам нужно быть очень аккуратным. Они как тонкий лед. Он вроде есть, но на самом деле его уже нет. Поэтому, что мы решили? Мы ее за 2 часа прокапали ей 400 мл внутривенно. Это немного, но она не была сильно дегидратирована. Если у нее было тяжелое состояние, шоковое, гипоболемия очень сложная, тяжелая, то мы бы сразу ей прокапали гораздо больше объем, и при этом поставили бы какие-то вазопрессоры, допамин, норадреналин, ну, что-то из этого. Был ей сделан антибиотик, была сделана сирения, контролировалось давление температуры, и я решила ей эпидуральную анестезию не делать, да, потому что это пиометра. При пиометре эпидуральную анестезию противопоказана. Давайте так. Две причины. Первая, то, что они нестабильны по давлению у них, как мы уже говорили, такая функциональная гипоболемия, и второй момент, что если это открытая пиометра, контаминация запросто, кожа может быть уже усеяна бактериями, которые напрямую попадут в эпидуральное или даже еще хуже в спинальное пространство, где ликвар, когда вы будете делать эпидуральную или сделаете случайно глубже спинальную анестезию. Что на операции? На операции контроль давления, инфузия, рингер не очень агрессивная, вообще не агрессивная, точнее, это поддерживающая. Пропофол, ей был сделан трагодол, это знаете как, пусть будет, это называется, не знаю, сработает у нее или сработает, но я его сделаю. Анальгин показан собакам, залетил, да, изофлюран, потому что она спала, и собака была на ИВЛ. Допамин и норадреналин у нее стояли на операции, и рядом был реанимационный набор. Допамин и норадреналин у нее был поставлен, допамин вначале, норадреналин попозже, потому что у нее на газу упало давление, уже упало давление. Что еще мы получили в итоге? Ей решили сделать лаваш, промыть брюшную полость, и там был все-таки гной, и это уже после пиометра, удаления стерилизации, да, и мы промывали теплым физраствором. Промыли, причем так обильно очень, литр, может быть, два. На ушивание брюшной, брюшины, в общем-то, при вроде бы нормальных показателях, я получаю резко брадикардию, падение давления, один круг АСЛРа, тропин без эффекта, небольшая доза, половина дозы адреналина, быстро восстановилась ЧСС, давление за полторы минуты. То есть время гипоксии суммарно было полторы минуты, не так много. При этом у нее полной остановки не было, мы брадикардию поймали. Сразу поставили норадреналин, дальше, что получили? Когда она проснулась, она проснулась с гипоксическими, неврологическими нарушениями. То есть, знаете, таких пациентов, которые в гипертонусе воют, в прекоматозном состоянии, и это сохраняется долго, с медленной положительной динамикой в течение 10 дней, у нее начался развиваться сепсис. Стойкая гипотензия с периодами отсутствия мочи, снижения мочи, отсутствия в азотонике, она получила трое суток, гипотермия, гипогликемия сутки, лейкоциты выросли быстро очень, 60-40-29 за 7 дней, она не потеряла вес, у нее был такой состояние, что ее можно было кормить из шприца. Упражнения ей делали, массажи ей делали, санации ротовой полости, носа и всего прочего. Альбумин, красная кровь, электролита остались в норме, они не падали, ну, потому что ей год и восемь. Ну, что у нас произошло? Эпидуральную анестезию мы не сделаем, слава богу, потому что если бы я еще и эпидуралку сделала по какой-то причине, то я боюсь, что мы бы этого пациента просто потеряли. В азотонике номер один норадреналин или допамин, гиперволимическая инфузия, возможно, не применяем коллоиды, все-таки кристаллоиды справляются. Что, что, почему случилась вот такая септицемия? Почему она резко так ухудшилась и у нее прям из, не сепсис остался, как будто сепсис, ну, такая септицемия все-таки. Мне кажется, это связано с промыванием брюшной полости теплым раствором. Все-таки он очень быстро проникает в сосуды из брюшной полости, и мне кажется, мы с ним вместе утащили туда какое-то количество бактерий. Вот, увы. Вот поэтому я отказалась больше проводить брюшной полости. Больше не хочу. Промыли, не промывая, с лафеточками все собрали, или раствор хотя бы не делать теплым, да, потому что теплый раствор быстрее всасывается. Или такие ситуации неизбежны, я не знаю, но это то, что мы получили, и эта собака заставила меня о многом задуматься, главное о том, что еще раз было напоминание, что никогда не делать эпидуралку таким пациентам. Эпидуральная анестезия, правда, коварная, и она допустима, на мой взгляд, только стабильным пациентам. Ну вот, вот так. Так, ну что, коллеги, я все. Я как-то очень быстро закончила на час раньше. Спасибо. Есть вопросик. Чем обусловлен выбор антибиотика? В паре карцев замен, почему он? Потому что либо амоксиклав, либо цифазолин. Начинаем с самого простого. У нас был перерыв в... Не было амоксиклава в клинике. И как раз вот это летние вот эти все моменты и... или осенние, не помню. И поэтому первый и следующий препарат это цифазолин. Самый простой из цифалоспоринов. То есть ничего более... и внутривенно нужно что-то. А что я сделаю внутривенность самого простого? Либо амоксиклав, либо цифазолин. Спасибо. Так. Есть ли какие-нибудь еще вопросы? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Кстати, спасибо за наблюдательность. Да, правда, двух картах цифазолин. Больше пока вопросов не вижу. Ну, еще раз поблагодарим Снежану. Я увидела еще один. Да? Да. Когда имеет смысл вводить липидный раствор только при попадании местного анестетика в кровь или при высоком блоке так же, только при попадании местного анестетика в кровь, особенно это касается бупевокаина. Мне кажется, с лидокаином не надо этого делать, а вот с бупевокаином липидный раствор нужно обязательно делать. То есть, если вы работаете с бупевокаином, всегда в клинике должен быть раствор липидный. Так, у нас еще вопрос есть в общем чате. Про метронидазол при септисе используется в паре с аноксицерином или цепом? А, да. Я думаю, что да, в стационаре его используем. Да. Он, видимо, мне кажется, этой собаке был прокапан в стационаре. Ну, и у нее, возможно, не было, не знаю, может быть, был просто цифазолин. Вообще, логично. Точнее, логично использовать метрогил, это я хотела сказать. пока вопросов пока не вижу. при высоком блоке, только монитор. А это вот, вот это я ответила на этот вопрос как раз. Я видим позже, просто они пришли. Ага. Наконец-то сообразила, как смотреть чат. А тут еще тут два чата, поэтому из двух чата смотрим. Понятно, понятно. Ну что ж, еще. Ой, да, да, извините, я на этот вопрос не ответила, что при высоком блоке только мониторить гемодинамику и надеяться на лучшее. Да, гемодинамику и вентиляцию, дыхание тоже нужно мониторить при высоком блоке. Вот, да. Спасибо за вопрос. И вообще за присутствие вас здесь. Да, коллеги, большое спасибо, что присоединились к нам. Еще раз расскажу, что запись будет. Ссылочки все в общем чате есть на запись. Еще раз скажу, что эта запись на YouTube на нашей страничке события ВКонтакте. Там же вы можете найти и сертификаты. Снежана, еще раз спасибо вам большое за текущую коллекцию. Тут благодарность сыпется. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Пишите еще раз. Если что на почту для материалов иногда нужного, ну, пришлю, конечно. Так, я сейчас отключу микрофон, но не завершаю сессию. У нас есть еще минут 10-15. Вдруг у кого-то будут еще какие-либо вопросы, тогда пишите в чат. Да. Чат я смотрю, если тут оба чата смотрю, если что, я тогда включаюсь и разучиваю их. Поэтому у нас отлично. Да, договорились. Да, спасибо большое. отлично. Спасибо.